Привет! С вами Game Club Pub. Полчасовые ренды на самые разные темы и немного игровых новостей. Раз в неделю мы обсуждаем всё самое важное из того, что произошло за последние 7 дней в игровой индустрии, и стараемся не унывать. Меня зовут Николай Лобко. А меня зовут Николай Третьяков. Это подкаст Овертайм. Всем привет, с вами снова Овертайм. С вами Коля Л, Коля Т, и сегодня в гостях у нас Ажот Ихвердян. Привет, друзья. Коля обещал, что поговорит с Ажотом о квестах современных, так что вперёд. Давайте сначала, я предлагаю, чтобы не устать, давайте сначала поговорим про новости. Потом мы можем говорить про квесты. Да, сперва блок новостей, конечно. Окей, тогда, в общем, ждите. Или сразу нажимайте на код. А чтобы ты сразу понимал, с чем тебе придётся столкнуться, люди напрямую просят о рекомендациях. То есть, что вообще случилось в жанре, люди не ориентируются в жанре, нету никаких сайтов, которые бы их могли сориентировать. В жанре, но люди услышали, что ты во что-то играешь, и люди взволновались очень сильно. Спасибо за доверие, конечно. Но это правда страшная дырка, потому что про квесты либо не пишут, либо пишут так, что просто какая-то катастрофа. Окей, мы про это ещё поговорим. Это тоже часть истории. Да, ну давайте тогда расскажу, что было на этой неделе на Game Club Pub'е. Мы выпустили целых три видео с момента выхода предыдущего подкаста. И звучит тема международной панорамы, ну ладно. Видео про Divinity Original Sin 2. Замечательная игра, мне очень понравилась. К сожалению, я для видео поиграл где-то час, и после этого поиграл ещё полчаса. И всё, никак не могу больше у меня вернуться, нет времени, дела и так далее. Я хочу сказать спасибо одному из наших друзей, который мне игру эту подарил. Теперь мы готовы. Я буду Dungeon Master'ом, а Коля будет страдать. Там можно быть Dungeon Master'ом? Да. Примерно как в Noir Winter Nights 2002 года, 2003 года. Так и тут. Только лучше. Всё, вообще, очень содержание игры, оно гармонирует с тем, что её делали там вот в питерской парадной, в которой снялся там Свен Винке. Кажется, его с лестницы спихнули в честь выхода игры, но я не уверен. В общем, я не знаю почему, но у меня как-то очень складывается. Потому что Ларриан, она вот успела за короткое время там наваять большое количество контента, и они там создали большой офис в Петербурге, там студию. И, насколько я понимаю, они тоже там принимали участие в работе над Original Sin 2. Ну, так она. Судя по началу, вот я сам ещё посмотрю, сейчас качаю. Вот, дальше мы посмотрели на Dishonored The Outsider. Тоже не прям непрорывная, не GoT material, как в Divinity Original Sin, но хорошая игра. Хороший стендалон, обязательно посмотрите видео. И мне кажется, мне она показалась лучше, чем просто Dishonored 2, которая была странноватая. Вот. И третье видео было про Ancient Frontier. Сильно Индия, тактическую стратегию в космосе, которая нам не очень понравилась. Ну и в общем, да. Нужны такие видео делать. Сидмеер Старшипс, в принципе, может быть она даже лучше, потому что, ну, вот я каюсь ещё раз, да надо... На такие игры надо смотреть мне. Чтобы, то есть, Колю разгрузить и вообще... С другой стороны, Колин вообще, он может вообще во все жанры теперь. Ну, ты знаешь, лучше, чем Сидмеер Старшипс, это, в общем, небольшое-то достижение, прямо скажем. Ну, вот-вот. Ура, пришёл человек, который смог пояснить. Вот, ладно, в общем, вот такие были три видео. Целых три видео, чуваки, обычно план одно, так что... Да, я сам удивляюсь, как у нас так получилось. Ну, в общем, давайте к новостям, что ли. Тут смешные штуки с Battlegrounds в Fortnite, режим Battlegrounds, и, собственно, PlayerUnknown's Battlegrounds, студия Bluehole, которая, ну, собственно, делает PUBG, она выпустила заявление, в котором сказала, что, ну, у них всех concern по поводу Epic Games, потому что Epic Games, они же делают движок Unreal Engine 4, на котором, собственно, PlayerUnknown's Battlegrounds и работает. И они теперь добавили такой же режим, очень похожий, был в свою Fortnite. Хотя, на самом деле, там, ну, похожесть заключается в том, что просто много людей высаживается на один остров, ну, там, в Fortnite можно, например, строить здания, то есть, очень много значимых отличий есть. И это заявление выпустил, там, их CEO, то есть, не Брэндон Грин, не, главное, вот этот креативный дизайнер PUBG, а просто кореец. Просто, просто кореец. Кореец, конечно, нет. Вот это сейчас было жестко, да. Но Bluehole Studio, она-то известна по MMO Terra Online, которая, которая ничего особо не завоевала, вот. Я даже не знаю, как выкрутиться из этого, но сказать, что, ну, в общем, дело не в том, что он кореец, а дело в том, что он корпоративная работа. Да, да, наверное, скажу так. И при этом, я не знаю, у них там сильно не хватает пиар-людей, наверное, которые бы, ну, не знаю, запретили бы вот ему такие заявления сделать. Потом он еще в интервью PC Gamer заявил, что, чуваки, на самом деле, мы там не так злились по поводу того, что вот они скопировали, мы злились по поводу того, что это именно Epic Games. И они там, ну, вот, понимаете, мы же на их движке работаем, а они взяли и скопировали режим. То есть не просто скопировали, а вот они же как бы наш друзья. Это как бы, как бы, как бы с умыслом мы не проявили должного уважения. Типа того. Ну да, я просто хотел сказать, что в данном случае, то есть этот кореец в костюме высказался, потому что создатели PlayerUnknown's Battlegrounds, они сидят, представьте себе собаку-доги, которая сидит на большой куче денег. Вот, в общем, и кто-то там ей собаки-доги, кто-то проходит мимо и кажется, что из-под нее несколько пачек хотят выдернуть, и собака-доги говорит «борг». Вот, и, соответственно, то, что это просто превентивное это было обозначение вот этого, что не смейте там заходить на нашу делянку, потому что будут ужасные-ужасные посредствия. Потому что в Fortnite они успели на консолях быстрее выйти, то есть PlayerUnknown's Battlegrounds, ну, наверное, к концу года будет на Xbox One, а в Fortnite уже и на Xbox One, и на PlayStation. И 26-го числа поиграть в этот вот Battle Royale режим в ней сможет любой желающий, то есть сейчас она там продается, эта игра за деньги, хотя в следующем году будет FreePlay, это все неважно, и там сама игра основная, в ней, не знаю, 7 всяких собственных валют и страшный Free2Play, вот, но в Fortnite режиме ничего этого нет, там за деньги продаются только косметические штуки всякие. А вот это вот сейчас про 7 собственных валют, это серьезно? А как можно в одной экосистеме? Ну, много. Ну, просто тогда, по идее, должны появиться торговцы, которые будут зарабатывать на разнице курсов, потому что если их 7, то это... или я себя как-то это привратил. Нет, ну ты же понимаешь, что эти валюты, ну, ты же не можешь с другими игроками-то торговать, только с Epic Games. А-а-а, все. И внутриигравными системами. Вопрос нет, да. Ну, это же Free2Play игра. Вот, и, да, что еще хотел сказать по этому поводу. Я так понимаю, что, ну, естественно, Bluehole, они там волнуются, да, как собака-доги, из-под которой хотят выдернуть пару пачек купюр, но я не уверен, что им стоит волноваться, поскольку, как известно, эта игра уже... Собака уже съела эти купюры. Да, там вокруг этих... вокруг ее запасов в зале же этих купюр уже огромные стены, потому что больше, чем у Dota 2 игроков, и, мне кажется, давно пройдена критическая точка, там, не знаю, ну, какие шансы вот у Fortnite их теперь обогнать. Только на консолях, да, потому что вот они на консолях вышли, а PUBG еще не скоро. Ну, будет интересно узнать. Троли вообще-то же, ну, главный рынок, поэтому... Ну, да. На самом деле, мне кажется, вы как-то довольно сурово подходите к этому... Ну, то есть, никто ему не сочувствует, потому что, вот, ну, такие заявления, на мой взгляд, это просто от безвыходности, потому что, поскольку, ну, игровой режим никаким копирайтом не охраняется, и патент на него не присобачить, это означает, что бери, кто хочешь, уноси, что хочешь, вот, и они просто чувствуют, что у них земля уходит из-под ног, она, безусловно, уйдет, это невозможно удержать, и, как бы, и людям, ну, как-то страшно, вот, пытается, ну, как может, ну, хоть с какими-то словесными интервенциями, да, это остановить. Естественно, это глупо, естественно, ничего не привести. Ну, зря это, да. Но это, скорее, крик души, потому что, подождите, как бы, берут мое, а защитить, потому что, если бы могли, ну, подали бы в суд, типа, алло, ребята, вы нам теперь должны. Нет, у меня такое ощущение, что вот... Я и говорю, Борб, крик души. Они хотели сказать, что вот мы с Epic Games дружили, делали игру на их движке, а они вот так вот с нами поступили, все, больше там нету в этом замеления ничего, потому что, ну, сам этот Брэндон Грин, он говорил, что да, скоро начнут появляться такие же игры, как и наши, да, они там будут копировать, я ничего против не имею, если прям не один в один будут копировать, а про Fortnite вообще не скажешь, там, ну, один в один, да, один в один далеко. Можно было бы снять видео с несколькими корейцами в костюмах, которые танцуют под песню, например, группы «Ласковый май» какой-нибудь, про разлуху и предательство, типа, там, пусть твои окна смотрят беспечно розовый вечер, и вот это произвело бы более сильное впечатление, чем... Коль, ну, во-первых, сейчас людям, мне кажется, придется сперва долго объяснять, что такое ласковый май и что-то... Не, нормально, у нас аудитория специфическая, не знаю. Да, у нас энциклопедисты спрашиваю. Я что хотел еще сказать, что все это хорошо, появляются вот эти новые игры, и потому что, ну, в жанре Battle Royale, и я надеюсь, там еще пяток появится, а PUBG там видно, ну, во-первых, если кто не знает, еще раз скажу, что в PUBG там 90% ассетов куплено в Unreal Store, и что там, чем там занимаются 90 человек, по-моему, в команде у них сейчас в Blue Hole, не очень ясно, то есть игра по-прежнему работает плохо, там новые штуки добавляются очень медленно, ну, в общем... Это я то, о чем я мечтал, кстати, давно, что разработчики потихоньку будут уходить от каких-то технических вещей, ну, то есть, как бы, движки, да, очень многие покупают готовые давно, но именно, что какие-то модели, и там, например, деревья же очень давно уже тоже есть, там, компания Speed 3, которая продает им, кому не попадет, мне кажется, это сколько, 10 лет больше, но что потихоньку, да, разработчики будут избавляться от этой необходимости, что всюду зомби, зачем каждый раз рисовать их заново, как бы, давайте пусть... Нет, многие избавляются, в Индии игр очень много таких, с купленными ассетами, на самом деле, просто популярность там набирают именно те игры, у которых свой стиль, да, если ты нарисуешь что-то свое, все равно будет выделяться на фоне. А вот в PUBG, собственно, проблема, ну, не то, что прям огромная, она заметная, что просто ассеты друг к другу там не подходят, бывает, то есть видно, что одно окно... Купили, а арт-директоры купили. Ну, да, хотя бы масштаб изменить могли бы, ну, в общем, да. Я надеюсь, да, что еще будет пяток таких игр, но я уже не уверен, что PUBG смогут что-то сделать, по крайней мере, на ПК. Стоп, сори, а они же... Это еще ранний доступ? У них был формальный релиз? Нет, они обещают в этом в конце года. А, ну, тогда, ну, что, все можно. Не, ну, понимаешь, там уже, я не помню, сколько там миллионов копий продано, больше десяти, там, одновременно онлайн я же говорил, больше, чем у Dota 2, 1,3 миллиона было неделю назад, и там уже и мини-релиз не нужен, и консоли особо тоже не нужны. Ну, вообще, да, релиз не нужен. Будем следить за развитием событий. Ну, просто, ну, выглядит вот так, как будто... Я, к сожалению, забыл имя. В общем, этот CEO-кореец, как будто он там выпил и решил в сердцах опубликовать такой пресс-релиз. Он там разослал, причем разослали этот пресс-релиз специально. Они просто опубликовали на своем сайте. И вот через день еще и, ну, как говорится, Double Down дали интервью и объяснили свой консерн. Короче, ну, странно это все. Эти русские обо всех судят по себе. Почему он сморозил эту фигню? Да выпил, конечно. Не, ну, корейцы... Не, в корейце очень много пьют же, да. Корейцы много пьют на работе и с коллегами. Короче, там еще интересная история была на этой неделе по поводу Fortnite. Включился случайно... Ну, не случайно, видимо, там... Или вот эти ошибки. И я не уверен, что случайно. Кроссплей между PS4 и Xbox One. Люди на родите заметили, что вот я играю на PS4, а мой друг в той же комнате на Xbox One, и мы встретились в игре. Хотя, естественно, это прям светотатство такого быть не может, чтобы консоли Microsoft и Sony были вместе. И Epic Games подтвердила, что это ошибка. Через пару часов исправили, но прецедент создан. То есть технически это возможно, если кто-то сомневался до сих пор. Потому что, в принципе, если у игры один сервер, и к нему подключить и ту, и ту консоль, то почему бы и нет? Остается... Ну, то есть в прошлом поколении Microsoft была, допустим, лидером и не хотела включать в кроссплей. Теперь Microsoft говорит, что ой, мы за кроссплей, чуваки. Обязательно всех уговаривайте, а Sony в позиции лидера говорит, что нет. Мы своих пользователей защищаем. Теперь вот так, значит. Ладно. Ну, давайте про Tokyo Games Show 2017. Да. Там прям много анонсов, но не слишком существенных, но интересных. Например, Dragon's Crown выйдет на PS4 в январе. Если кто не знает, такая RPG. Она выходила на PS3 и PS Vita. Ее... Одни ругали, другие хвалили за, скажем так, гиперсексуализированные силуэты персонажей, что ли. Ну да, допустим. В общем, там много сизек, но и мужики там в очень тяжелой броне. Как вы видите сейчас на экране, да? Сама игра хорошая. Я слышал. Я не играл, но я слышал. Как всегда. Дальше анонсировали ремейк Zone of the Enders. Это, оказывается, игра Кодима. Я про нее раньше не слышал, но вот теперь. Пожалуйста. Он когда-то выходил на PlayStation 2. И что интересно, там не просто ремейк для PS4, хотя он тоже будет еще и для PS VR. Какая-то динамичная, значит, мег-игра для PS VR. Это очень хорошо, мне кажется. Это замечательно. С учетом того, что Skyrim на PS VR все поносят, там нужны хорошие игры еще. Вот. Также там был анонс... А, нет, не анонс, а прям вышло сразу в тот же день Final Fantasy IX на PS4. Не знаю, ну, то есть... Если вы вдруг в девятку не играли, и у вас есть PS4, то теперь можно. Не знаю, если вы пропустили, да, а все остальные играли. А так-то вроде девятка ничем не выделяется. Я не уверен, я плохо разбираюсь. Ну, нет, на самом деле, то есть я плохо разбираюсь, но там вот этот ремейк в семерке, он должен быть, в чем там серьезный, там не просто какой-то... А, ну, это еще не скоро, да. Это даже, я не знаю, не ремейк, это просто новая игра по мотивам. Я там все... Вот мне интересно, там Айрис выживет или нет, или не выживет в новой. У меня просто есть такое впечатление, что в новой она выживет. Да не, ну как же так? Это точно не будут изменять, мне кажется. Ну... Анонсировали дату релиза Monster Hunter World. 26 января. Надо будет обязательно поиграть, потому что новую Dark Souls не делают, и все такое, а, ну, собственно, хочется какой-нибудь RPG вот с таким... Ну, с сложной системой боя. Насколько я понимаю, да, там это с мультиплеером, ну, не то чтобы Dark Souls, а что-то, ну, в общем-то, просто сложная игра, то есть со сложной, как говорят люди, боевкой. Ну, я надеюсь, что там гринда будет поменьше, чем предыдущих Monster Hunter, потому что я слышал, там, хватает, хватает. Вот. Что там еще? Анонсировали Left Alive. Очень занимательную игру. К сожалению, там трейлера полтора минуты и особо в нем ничего не показывают, но начинается она вон с цитаты «Тут дьявол с богом борется о поле битвы сердца людей» Федора Михайловича Достоевского. И артом персонажей там занимается Йоджи Синкава, я надеюсь, я правильно сказал, который делал персонажей для серии Metal Gear Solid. И там еще каких-то пара японцев очень важных занята в создании этой игры. Ну, в общем, Square Enix, я так надеюсь, делает новую очень интересную игру. И там в трейлере большие мекки, какая-то война. Ничего толком понять нельзя. Но 2018 год, конец. Новослава. Отлично. Not Actual Gameplay Footage. Тоже очень хорошо. Не знаю, в России это или нет, не похоже на самом деле. Это как шагоход и сибирские джунгли. То есть шалашаска также. Мне очень нравится, как Кодзима, он там рассказывает про свое лингвистическое творчество. Ну, что касается цитат из Достоевского, это вообще на самом деле как бы дурной довольно знак. В том плане, что в Destiny там была цитата из Достоевского. Ну и, собственно говоря, потом они там все там, кучу всего переделали. То есть не потом, они до Элизы еще переделали. То есть там был этот искусственный интеллект Распутин. Кажется, из бесов была цитата. И, в общем, это все было смято. Остались там только хвосты от этого. А потом переписали аудио и убрали оттуда Динкледжа. И, в общем, все это почистили. Уже... Скоро не стоит столько денег, чтобы перезаписывать все. Без синдрома поиска глубинного смысла и всякого глубинного смысла там все стали уже вторая Destiny. это, как известно, шутейки. А робот там в стиле этого любимого персонажа подростков, которого Ракта... Ну, в красном, который ходит, супергерой. Как его зовут? Дэдпул? А, Дэдпул. В стиле Дэдпул? Ну да, может и так. Ну, это нормально, хорошо. Ладно, в общем, да. Left Alive в следующем году вроде как должна выйти. Я, конечно, сомневаюсь. Там перенесут еще, но выглядит интересно. Потому что там новую Metal Gear Solid выглядит неинтересно. Дальше. Earth Defense Force Iron Rain анонсировали. Earth Defense Force... Я, конечно, не сменяюсь. Да, я хотел что еще сказать. Это странным образом вот это вдохновление Достоевским и России, оно вызывает в памяти то, что в Твиттере вот это было вчера, по-моему, нет, позавчера, сказ про соли до снегца склонированного молодца. На днях коллективное творчество некоторые очень удались. Там стихи. Как там у соли до в животе заурчало, в висках застучало, тут, как говорится, и брифинг начало. Ну, в общем, ну ладно. Да, Earth Defense Force серия про то, как человечество борется с наваждением громадных полчищ больших жуков. Не слишком серьезная серия, но почему-то в Iron Rain они хотят взять более серьезный тон. По крайней мере, выглядит так и трейлер такой. Будет интересно посмотреть, но мне кажется, что зря. Зря. Там игра была совершенно не о том, конечно. Ну, там еще были всякие мелкие, короче, анонсы на TGS, но на этом все. Там не слишком важная выставка, особенно для западной аудитории. И если вы там ждали каких-то больших анонсов от Sony, то все они будут на PSX в конце года. Или там на всяких Game Awards и так далее. Вот, следующая тема у нас довольно интересная, мне кажется. Довольно. Мне кажется, довольно интересная. Ревью-бомбинг и гистограммы в Steam. Ревью-бомбинг – это такая штука, когда, например, людям не нравится, что сделала Rockstar, что сделала 2K Games, точнее, Take-Two, простите, что сделала Take-Two. Там запретили моды, мультиплееры и так далее. Они пошли в Steam, оставили отрицательный отзыв на GTA V. Или, например, студия Компосанта атаковал ютубера PewDiePie. Коля, мы уже поговорили, Хваст, не надо об этом. И все пошли, оставили отрицательные отзывы на Фраерочи. Это просто как пример. После разговора про PewDiePie, там, как сказать, сплэшем попало Навальному. Люди в чате, по-моему, там обиделись за Навального и сказали, что нужно перед ним извиниться. С сплэшем всегда любая тема попадает по Навальному. В его сторону сплэш-дэмэдж, как бы, ух! Ну, у меня вообще, для меня чрезвычайно характерно, да, то есть очень высокий сплэш-дэмэдж, то есть не это... Конус огня очень широкий, поэтому, в общем, самое благоразумное вообще, не выступать на общие темы, а не на какие, да, и всем гораздо будет лучше. Я просто хотел сказать, что все вот эти ревью-бомеры, на самом деле, во всем Фрэнк Херберт виноват, потому что все себя, я думаю, меняют себя муаддибами, которые могут уничтожить спайс, и, соответственно, то есть вот это прививается преимущественно молодому поколению, логика, я не знаю, террористов каких-то, которым, если им что-то не нравится, они идут потом и вымещают на играх это. Ну, как бы, разные игры бывают, если, ну, давай. Во-первых, мне кажется, ты довольно оптимистичен, что, я думаю, 70% этих людей не знает вообще, что за коллизия муаддиб против спайса, что, о чем он вообще говорит. А при этом, вообще мне не нравится термин ревью-бом, честно говоря, потому что, ну, это какое-то, ну, люди купили игру, они имеют полное право высказать свое мнение, какое у них есть. Ну, мне, наоборот, это нравится такая вот прямая демократия в действии. Пришел, высказал, как бы, и, ну, а дальше, конечно, всяким разным конторам, ну, не только конторам, людям тоже часто мне нравится фидбэк от окружающего мира. Хочется делать то, что ты хочешь делать, и, как бы, не получая взамен, в обратку никаких шишек. Я, это понятное желание, оно есть у всех, у детей особенно, но, как бы, друзья, наша реальность так не работает. Вот, отгородиться от него, от окружающего мира, ну, сложно, если ты что-то делаешь. Надо, в окружающем мире нужно ловить инсайты, но, правда, если время останется, я расскажу про инсайты в окружающем мире, ну, вот. Ладно, ладно. Ух ты, ух ты. Ждите, да. Это должен быть подкаст вот для четырех часов ночи, вот когда уже будет время поговорить об инсайтах в окружающем мире. Неа. В общем, ревью-бомбинг, он был проблемой, там, типа, довольно давно, но просто, когда был ревью-бомбинг, там, GTA V, это было, ну, заслуженно полностью. А ревью-бомбинг, там, Firewatch, это, конечно, ну, другое, потому что игра-то, на самом деле, хорошая, многим нравилась, и, ну, я не знаю, там, ее ругали только те, кто не понимал концовки, и, наверное, все. Ну, то есть, вот. После, после того инцидента, о котором мы больше не будем разговаривать, что он скучный. Вот. Теперь у нее не Very Positive, а Mixed оценки на Steam, и это, конечно, ну, 47% только позитивных, и Valve решила эту, ну, то есть, все требовали теперь от Valve. Valve, давай, нужно что-то делать. Но нельзя же запретить людям, как правильно сказал Ашот, то есть, высказывать свое мнение о той игре, которую они купили, собственно, поиграли. То есть, в Steam можно оставить отзыв только, если вы эту игру купили. Вот. И Valve, она решила проблему, собственно, как Valve должна была решить проблему. Они сделали просто больше информации, доступной пользователям. Теперь каждый может зайти, вот там, внизу странички рядом, внизу странички игры рядом с отзывами игроков. Есть гистограммы временные, то есть, можно посмотреть, когда, сколько отрицательных рецензий на игру появилось, и как-то себя в голове сопоставить, да, с чем это было связано. То есть, внезапно, там, пару недель назад Firewatch стал очень людям не нравится, хотя до этого все было нормально. Подожди, мне не очень понятна логика. То есть, ты предполагаешь, что вот эти графики, гистограмма, черт, я даже не знаю, что значит гистограмма, будут смотреть люди, которые, ну, не умеют читать, которые не могут прочитать в рецензии. Предполагают. Причине этот человек оставляет отрицательный отзыв. Там же все прямым текстом, как правило. То есть, что ревью бомберы все же пишут. Ну, они могут что угодно написать, на самом деле. Если я вот сейчас начну читать. Но? То есть, могут и написать, конечно, что угодно, но поскольку у них задача именно все-таки донести собственное мнение, то это мнение доносится часто к абслокам, часто повторно, повторены много раз. не знаю, но, нет, в любом случае, чем больше данных, тем лучше. Я вообще за максимальное количество данных по любому поводу. Да, в общем, Eval теперь считает проблему решенной, но, и я, в принципе, тоже считаю проблему решенной, потому что, ну да, тоже, как Ашот сказал, если вы там хотите оградиться от такого фидбэка, ну, не знаю, тогда, наверное, через Steam-игру не продавайте, что делать. Потому что в Steam-е вот такая вот демократия, отзывы. Ну, собственно, до Valve же вовсю процветал ревью бомбинг в Metacritic, и как раз и в Metacritic никто и не пытался это решать, потому что всем пофиг. Угу. При том, что там игры бомбили не так, как в Valve, а игры бомбили натурально там до, не знаю, там, два балла из десяти. Ну, то есть, когда вот эта волна народного недовольства связана с чем-либо, она пролетала со страшной силой. На этот Metacritic далеко не все заходят, далеко не все воспринимают там пользовательский рейтинг серьезно, а Steam это все-таки та же платформа, на которой игры продаются, да? А тут с одной стороны, если ты говоришь про пользователя, безусловно, потому что редкий пользователь будет смотреть по, ну, ориентироваться в покупке исключительно на Metacritic, но одно время, я не знаю, как сейчас это изменилось, оценка на Metacritic была вполне себе ну, деливерабл в проекте разработчика, то есть, как бы предполагалось, да, что там для каких-то дополнительных компенсаций, выплат нужно было получить не ниже некоторого рейтинга. Это отдельно, там два рейтинга, там есть рейтинг игровых публикаций, на которые, собственно, вот, оговаривался в контрактах, есть рейтинг пользовательский, на который всем вообще пофиг. Я, кстати, не уверен, ну, то есть, мне было бы интересно знать именно, на какой рейтинг ориентировались контракты, потому что было бы видно. Ну, про те, которые известно, как там была ситуация, с Fallout New Vegas, которой одного балла не хватило, да, до бонусов в студии, там оговаривался именно рейтинг публикаций. И, по-моему, все, ну, потому что рейтинг, рейтинг пользователей, там, да, он все очень, очень редко отображает действительность. Ну, и в любую игру можно зайти сейчас там. Destiny 2 оставит нулей. Кстати, немножко наоборот, что все-таки, ну, то есть, очень часто было там забавно смотреть на разницу, да, вот этот хайпометр, когда рецензии профессиональных журналистов, а рядом оценка пользователей, которые там в два раза ниже, вот, на то же самое. Это, конечно, дает картину. Я для себя, кстати, использовал метакритик как такой инструмент оценки качества игры именно не по баллам, а по разнице между пользовательской и критиков. То есть, если у пользовательской выше оценка, чем у критиков, это большой плюс, независимо от того, какие это оценки, да, это может быть там 5,5 и там 6,1, что, в общем, довольно низко по пятибалльной системе, но тем не менее, вот именно, ну, да, как игра лучше, лучше ли она вот на первый взгляд, как оценивать профессиональные критики, или она лучше потом, через некоторое время, как оценивать пользователи. Ну, вот это тоже в Steam это удобно смотреть, да, то есть, если вот эти гистограммы тоже, опять же, будут помогать, если игры сейчас, как известно, Games as Service вообще почти все, и через три месяца после релиза выпустили обновление, которое там что-то сломало, или которое многим не понравилось, и ты видишь в гистограмме, что вот в то время начали появляться отрицательные отзывы. Мне в Steam больше нравится, потому что в Steam ты можешь дать две оценки, либо рекомендую, либо нет. А числа там от одного до десяти это неправильно, я думаю. Ну, это так. Чисто мое мнение. Короче, там еще вышла интересная статья на Games Industry Biz. Вроде как серьезный сайт, но пишут. Пишут иногда довольно страшную чушь. Они пишут, если вкратце, тут статья довольно длинная, но пишут, что Valve они плохие ребята, они вот все пользователям спускают с рук, любителям PewDiePie, расистам и так далее. А вот Blizzard, не знаю, почему не выбрали любимую. То есть, могли бы написать про Valve, было бы понятно, но пишут, а Blizzard, они молодцы, и они там в своем овервотче банят плохих людей. В общем, да, не читайте Games Industry Biz по этому поводу и по всяким таким поводам, потому что они пишут и ничего не знают про Overwatch. Там банят прям совсем edge-case scenario, то есть нужно очень много навредить другим игрокам, там, в своей команде, не знаю, полгода, короче, нужно навредить, чтобы какой-то перманентный бан заработать. А как им можно навредить? Ой, ну, как можно навредить в командной игре-то, если у тебя еще пять человек в команде, ты там можешь грифить, можешь не атаковать просто противников, не знаю. Много чего можно сделать. То есть, там Friendly Fire в крючок? Нет, нету Friendly Fire, ну, ты, не знаю, всякие есть, допустим, способности у разных героев, стенку поставить в какой-нибудь проходе, чтобы твоя команда не могла пройти какое-то время. Ну, есть очень много способов, люди находят очень изобретательные, вот. Ну, и, в общем, в этой статье там Valve называют чуть ли не приверженцами Трампа, ну, и, короче, да, опять же, нужно закрывать эту тему. Просто games это хороший источник пресс-релизов, вот. Кстати, о геймергейте и этике в игровой журналистике на этой неделе был интересный инцидент с сайтом The Six Axis, по-моему, я раньше о нем слышал, ну, в общем, не очень популярный сайт, на самом деле, который опубликовал рецензию на NBA 2K18, новый симулятор баскетбола от 2K Games, в котором огромное простое количество микротранзакций, еще больше, чем в прошлом году, и там даже даже прически игроков нужно покупать за виртуальную эту валюту, которая продается в магазине, а в самой игре ты зарабатываешь ее очень-очень-очень-очень медленно, и за это все шли. Подожди, в 3D Play? Нет. Это просто, ну, это модно в спортивных играх. А, уважуха. Сначала продать тебе игру, кстати, там еще, да, там игра 160, и есть еще цифровое издание за 100, по-моему, и есть еще цифровое издание за 150. Ну, и далее микротранзакции. По верхней микротранзакции? Очень много. Ну, вот за это... BDSM-клаб какой-то. За это поставили 3 балла из 10. Хотя другие рецензенты, если там зайти на Метакритик посмотреть, ну, они гораздо более привычные к таким штукам, видимо, в спортивных играх. 2K, да, или я не знаю. и спасибо не Агафу, хотя, конечно, это страшный сбор еще там страшных людей, но они собрали там в одном трейде всю информацию. В общем, 2K Games связалась с этим изданием The Six Axis, и издание на время убрало оценку 3D-сети. Они там опубликовали заявление о том, что, да, с нами связалась 2K, попросила нас подумать о своих поступках, и мы решили оценку эту убрать, но через несколько дней они выпустили заявление о том, что, да, мы подумали, и оценка сохраняется. там было просто интересно, они говорили, что вот на нас никакого давления не оказывали, чуваки, все, норм, но оценку то убрали, правильно, и на метакритике, которая обычно вообще оценки не исправляет, там, если их исправляет издание, на метакритике тоже оценка это пропало, да, в общем, такие я на себя плохо видели. О серьезных деньгах уже речь идет. Да, наверное, не знаю, кому там не занесли и так далее, но, в общем, Тукея ведет себя очень плохо, и The Six Axis они, наверное, конечно, могли бы не убирать оценку, но там понятно, да, если они там сейчас как-то... Подожди, я вот это пропустил, это еще какой-то мелкий инди-сайт, что ли? Ну, не слишком прям инди, но такой, да, если посмотреть, гораздо более известный, чем Game Club Pub. Нет, ну, как бы, я имею в виду, не из мейджоров, но тогда вообще странно, потому что, ну, это может выйти очень боком, конечно, такая история. Ну, может и выйти, но, по-моему, уже все перестали об этом говорить, потому что таких тем хватает, и оценка собственно восстановлена уже, так что. Ну, просто, блин, я, конечно, понимаю вот этот маленький сайт, которому хочется потом и превьюшки Red Dead Redemption 2 получать, наверное, да, все вот это вот, но ситуация грустная, прямо скажем, прямо в 2017 году, то есть, когда-то, когда-то из такой, из похожей ситуации, из-за похожей ситуации, по-моему, как его зовут, Джефф Герстман, или как его, в общем, ушел из GameSpot за рецензию на Keenan Lynch 2, который там поставил 6 баллов или меньше, и 2K Games, по-моему, она была издателем, в общем, да, связались с GameSpot и сказали, что вот этого чувака, ну, по головке не погладим, его уволили, а он пошел и сделал сайт Giant Bomb, который, собственно, сейчас один из менеджеров, очень просто, причем у них там своя клевая система заработка, подписки платные на стримы, на видео, все на своей платформе, на YouTube только так, обрезки, ну, в общем, с автором TheSixExes вряд ли такое случится, потому что не такой известный, как GameSpot, но, да, да, зря, мне кажется, ну, не кажется, понятно, зря, в общем, 2K Games таким микроменеджментом занимается, вот, это все, что я хотел сказать, у вас есть комментарии? Ну, может, а что-то есть? Ну, я бы сказал, что, конечно, ну, позиция издателя, это как раз понятно, и это скорее, ну, это бессовестный, но это скорее, ну, профессионализм пиарщика, да, когда он умудряется продавить свои нужные оценки. меня скорее удивляет позиция, ну, редактора и автора, ну, как бы, ребят, ну, камон, вы что, так мало стоите, серьезно? Да. то есть, как-то это фейл полнейший. Не, ну, Игорь, они довольно быстро, вот, на следующий день, прямо, оценку восстановили, и были, были довольно честными в своих, вот, этих заявлениях, так что, ну, более-менее. Вот. Может, теперь сайт станет более популярным? Благодаря этому инциденту. Посмотрим. Ну, и да, что я еще забыл, хотел сказать по этому поводу, что, чуваки, да, в 2016 году все это еще случается, и то, что мы вот сейчас один раз услышали, это наверняка один из, ну, очень небольших примеров того, что происходит за кулисами. Вот. Так что, самый честный ресурс это Game Club Pub, вы же знаете. нам вы всегда можете доверять. Коля, правда ли? Угу. Да. Я хочу, чтобы был ресурс, который им говорит, нам доверять ни в коем случае нельзя. Ну, такой был, Forgamer, ну, в общем, как The Onion, только проигры, но потом закрылся, к сожалению. на таком уровне иронии просто не готовы люди функционировать. Вся очень общая. Игры все равно, по нашему чату, я смотрю, что игры все равно люди воспринимают серьезно и близко к сердцу. И тут всякие там шутеечки эти ваши, они не нужны. Угу. Ладно, ну, в общем, основные новости закончились. Давайте быстро по Близблоку пройдемся, что ли. Опять про Divinity. Divinity продалась, там полмиллиона копий, уже наверняка больше на Steam Spy, если посмотреть. И опять, мы очень рады за Лариан. И вперед, чтобы там они начались выпуская. Нет, спасибо, Шамер, да. По мнению. Нужно опять напомнить, что ключ-то нам Лариан, собственно, предоставили, за что им тоже отдельное спасибо. Но на наше мнение это никак не повлияло. А где пить два? Это тоже бы никак не повлияло. Я, кстати, помню, в каком-то интервью Свен Винке, он там говорил, что DLC мне не нравится, DLC это грязно. И, наверное, DLC не будут выпускать. Но я так думаю, что никто не был бы против. Потому что он изменит своему мнению. По поводу это грязно, вот, в предпоследнем выпуске комикса Оглов там очень похож на Свена Винке, только с длинными волосами. Когда он там говорит, это грязно, там, ну, в общем, сами почитайте. Скажи, можно показывать собственно, в видео. Ну, там 18+, я, честно говоря, не знаю. Во-первых, Dysu. Ну, там разные бывают комиксы. Короче, можно. Ну, ладно, сами действительно зайдете и посмотрите. Оглов все знают. А если не знаете, погублите Оглов. Мы вам только что подарили новый замечательный веб-комикс. Следующая микро-новость. Людям показала этого мистера, короче, медведь-то, который реабилитируется. О-о-о. Мистера Вигглса, ну, не знаю. Ну, не знаю. В общем, так сказали, что это слишком риске, возможно, но, в общем, не в всем случае на меня не смотрят уже. Странно. Следующая новость. Фил Спенсер, который руководит подразделением Xbox, теперь он отвечает напрямую в сайте на деле, то есть CEO Microsoft, и теперь Фил Спенсер входит в топ-12, по-моему, менеджеров Microsoft. Что это означает? Означает, что наверняка подразделения Xbox будут выделять больше ресурсов, у них будет больше возможностей делать интересные контракты по поводу эксклюзивов, но я надеюсь, я, кстати, ну, я удивлен, что вот раньше глава целого подразделения Xbox, он, собственно, общался, видимо, с кем-то другим, отвечал перед кем-то другим, теперь он будет отвечать перед главой Microsoft, и наверняка, ну, потому что раньше, я помню, да, была информация о том, что Microsoft, она, конечно, ну, благодарна Xbox за прибыль и так далее, но в будущем хотели вообще от всего подразделения избавиться, теперь, видимо, ситуация все-таки изменилась, и деньги там на разные эксклюзивы типа Scalebound не будут переставать давать, далее, если вы играете в Rainbow Six Siege, на этой неделе был интересный инцидент, уже, к счастью, все починили, вышло обновление, которое просто ломало приставки PlayStation 4, если вы после обновления открывали свой френд-лист, то, видимо, какая-то ошибка в коде просто, ну, она, в общем, ломала жесткий диск, ну, не ломала, а ломала файловую систему, видимо, да, и интересно, как такое обновление могло пройти кольте контрол самой Sony, ну, вот и такое случается, так что будьте осторожны, следите за новостями в нашем твиттере, потому что, естественно, я вам сразу об этом написал, а уже все исправили, так что это только напоминание. Вышло большое обновление для Lowbreakers, там новый режим Team Death Match, и все надеются, что играть будет не 40 человек, а 50 в онлайне, господи, как мне жалко эту игру. В смысле это количество игроков? Да, да, там в Steam меньше 50 было, ну, не знаю, неделю назад, я потом сейчас не смотрел игроков онлайн, да, все очень хуже, чем у Battleborn в прошлом году, не знаю, на PlayStation 4 может и получше у них, но выглядит так, будто она уже умерла. Клифф Близинский там раздает интервью о том, что я должен поддержать эту игру, должен держать ее живой, это мое детище. И, естественно, когда человек сделал ради одной вот этой игры целую студию, и взял денег у китайцев, теперь вот так, ну, ему остается только посочувствовать. Короче, да, лоббрейкерс, попробуйте хотя бы, чуваки. Хотя, наверное, через пару недель, ну, не через пару недель, но рано, через пару месяцев, к концу года, так точно она станет фри-то-плей, потому что другого пути уже нет. Вот. И небольшое дополнение к новости с прошлой недели о том, что Doom выйдет на Switch, никаких чудес на Switch не бывает, и Doom будет работать над Switch со скоростью 30 кадров в секунду, что, конечно, очень мало для Doom, но понятно, да, на Switch другого быть и не могло. Об этом нам сообщает Digital Fundry. Обожаю этот, как это сказать, отдел Eurogamer, то есть Eurogamer это одно, а Digital Fundry это прям вообще мои чуваки. Вот. Ну и да, давайте тогда про релизы, а потом уже со Шотом поговорим, что я, релизы быстро тоже. А тут, кстати, есть... Ну, ну... Есть релиз, который ошоту интересен. Project Cars 2. 82 балла на опен-критики из 100, и вроде как люди хвалят, но ругают за что? Ругают за огромное, ну, не огромное, но много багов в игре, и я там смотрел всякие смешные видео, да, подтверждаю, есть баги, но в целом, видимо, не знаю, гоночная игра для тех, кто хочет подождаться в Forza Motorsport новую. Что-то аж хотел сказать по поводу Project Cars. Ну, во-первых, если вы еще не, то посмотрите, как Project Cars пиарит... Кто он сейчас у нас, Олег Михайлович? Он глава российского отделения? По СИАЭС и Восточной Европы, если я не ошибаюсь, а может, еще Ближний Восток и Африка. Коммерческий директ, по-моему, да. Короче, посмотрите, как он пиарит игру в Фейсбуке, это произведение искусства, и вот после его текстов в игру не влюбиться невозможно. Конечно, они прекрасны, да. У МХ свой талант как-то вот явно продолжал наращивать за эти годы и достиг каких-то совершенно космических высот. Есть одна проблема, что игра этого не заслуживает, говорю я, как человек, который не видел и смотреть даже не собирается. Вообще, Project Cars это интересный кейс разработчика, который, ну, скорее, подход разработчика, да, когда какие-то его собственные, не знаю, желания, амбиции ему гораздо важнее, чем вот желания игроков, вот это вот, как бы, то, что от мира исходит, ему это неинтересно. Например, в Project Cars такая, я не знаю, насколько это часто распространено, у игры вообще нет техподдержки как таковой. То есть, когда у вас баг, вы никак не можете сообщить об этом ни разработчику, ни издателю, нет никакого, не можете открыть никакой тикет, никуда написать, вот просто вот глухая стена. Единственное, что есть, вы можете прийти на официальный форум игры, где есть раздел под названием техподдержка, где вы там пишете, типа, у меня то-то, то-то, и у вас сразу накидывается охапка модераторов, которые говорят, чувак, ты просто все делаешь не так. вот как обычно. Разработчики в этом, ну, чаще всего такие вещи просто игнорят. Соответственно, да, то, что у них называется техподдержка, это модераторы затем смотрят, о чем пишут чаще всего, может, о чем-нибудь сообщат. И даже, ну, вот, и это скорее характеризует повтор, сори, повтор, подход, ну, авторов к своему детище. Она, игра очень красивая, ну, то есть, я не знаю, вы, ну, как бы, скриншоты видели, вот она такая есть. Там куча машин, трассы, все прекрасно, пока не начинаешь играть, на самом деле. Там, ну, как бы, как уничтожить свою игру минимальным количеством, я сейчас говорю о первой части, просто то, что я слышал о второй, ну, одна из этих двух проблем, о которых я скажу, не решена. Как можно убить прекрасную игру минимальным количеством косяков? Вот, они это сделали, косяка всего два, это форс фидбэк и искусственный интеллект. С форс фидбэком, прям, причем интересная тоже фишка, ну, вообще-то в играх, в гоночных играх, ну, обратная связь, я не знаю, если вы играли, вы знаете, ну, ее роль примерно такая же, как картинки на экране, она примерно столько, настолько же информативна, и без нее точно так же сложно играть, как вот, когда у тебя монитор выключен, ты далеко не уедешь, как правило. Там, Скайуокер мог бы, но мы не умеем так. И, судя по всему, я вот не знаю, кто был этот гений, действительно ли он злой гений, или, когда перед релизом стало понятно, что форс фидбэк нормального не получается, они сделали следующий ход, ход идеальный. Они выкинули в меню, в соответствующем меню, десятки настроек. Я не преувеличиваю, буквально десятки. То есть, десятки в основном меню, еще там десятка-полтора в меню каждой машины. Ты можешь настраивать форс фидбэк отдельно на каждую машину. И, причем, все эти технические настройки, которые сходу гарантированно нельзя понять, что они дают. Типа, это не у нас фидбэк плохой, это вы его настраиваете, не умеете, дорогие пользователи. Добро пожаловать в наш прекрасный продукт. Причем, да, и люди как-то пытались, черт, я сам потратил ему времени на то, чтобы понять, что означают все вот эти Y-дельта и Z-дельта, чтобы обнаружить, что да, как-то не настраивай, он остается фиговый. Как бы вот этот ход, давайте мы все дадим кишками наружу, и тогда у нас будет идеальная отмазка. Но, как бы, я не знаю, кто этот мизантроп, он, его мозг работает очень круто, вот такую бы энергию в мирное русло, это половина проблем. все-таки, что ты неправильно настроил. Конечно, но буду. Надо было на разницу зайти, посмотреть, как там у людей. в гоночных играх все равно и файтинге тоже. Следующая вещь прекрасная в первой части, она не изменилась. Второй, это я уже точно знаю, это искусственный интеллект. Я тоже слышал, что с этим все плохо. С искусственным интеллектом там интересная история. В принципе, искусственный интеллект есть где-то в гоночных играх на другой физике, чем игрок. Это нормально, так всегда, потому что нет таких компьютеров, которые смогут рассчитать физику с той же подробности, как для нашей машины, чтобы еще три десятка таких же моделей нет. Так никто не делает, и это нормально. Но проблема заключается в том, что когда вы с ними идете на одной трассе, то у них другая, ну, у них немножко другая гоночная линия. Они могут тормозить чуть позднее, у них лучше сцепление с трассой, им не так важно, что там трасса мокрая, или им не важны холодные шины, но такие вот мелочи. Это вроде не так сильно влияло бы, если бы они вас видели на трассе. Проблема в том, что искусственный интеллект через раз вас просто игнорирует. Ему кажется, что вас нет, и если вас, не дай бог, развернуло, он там проедет 150 метров, глядя вот вам ровно в лоб, врежется в вас, разнесет вашу машину к чертям собачьим, свою тоже немножко. Кстати, вас же за это и дисквалифицируют, там еще интересная особенность в раздаче штрафов. И, да, искусственный интеллект обожает выносить вас в поворотах. То есть, прям, причем в трассах есть гарантированные места, вот здесь вот, а здесь всегда искусственный интеллект тормозит позднее, так что, если за вами кто-то есть, вы получаете себе торпеду в багажник со 100% вероятностью. От этого никуда не деться, можно его как-то пропустить, нужно, не знаю, там, уйти с траектории, ну, то есть, только вот бежать от него. Соответственно, не попадать с искусственным интеллектом в аварии есть только два варианта. Если ты первый и обгоняешь их с большим запасом в несколько секунд, или если ты гарантированно последний, и они с тобой не встречаются. Даже с первым тяжелопным, что когда, если ты, не дай бог, будешь гонять круговых, то они тебя тоже торпедируют. И тоже, поскольку, естественно, авторы игры понимали, что, ну, у них не умеют водить компьютеры, ну, что делать? Они включили для всех машин компьютера Готмод. Они неубиваемые. Они могут тебе ломать колеса, что угодно, попадать в любые свалки, устраивать там. Ты едешь, валяется куча антикрыльев по дороге, и все прекрасно продолжают ехать. То есть, ты единственный игрок, машина игрока, это единственный уязвимый болид на трассе. Соответственно, вас, конечно, выносят, ну, как мультиплеер, когда ты один без Готмода играешь. Естественно, ты не доедешь до конца. Вот такая вот прекрасная игра. Это для справедливости, скажем, это первая часть. Это первая часть. Я спросил на форуме второго Project Cars. Типа, ребята, скажите, искусственный интеллект по-прежнему в режиме Бога? Мне ответили, да, то же самое. Ну, как бы, ну, окей, тогда пропускаем, чего. Потому что, ну, я не знаю, возможно, если хот лапить, ну, то есть, это, ну, не играть с соперником, а просто вот соревноваться на время. Со секундомером на время, да. То тогда... или только для мультиплеера игру покупать. И мультиплеер в первых был сломан напрочь, я даже не буду на этом останавливаться, там долгая история, что они, я не думаю, что они его починят во второй. Ну, это вот не те люди, которые, они предпочитают бороться с фидбэком, банить пользователей, тех, которым про это говорят. Поэтому, ну, исправят вряд ли. Скорее всего, они сделают еще сотню очень красивых машин, выдадут еще там 20 прекрасных трасс, которые вот будут идеально. Там такой редактор, внутриигровой генератор скриншотов, вот, можно выбрать разные фильтры, можно выбрать размазывание в движении фона, регулировать его, то есть, для создания скриншотов все невероятно удобно. Это просто мечта игрового журналиста. Такой красоты получается. Ну, ну да. Вот, это все, что у меня было. Да, просто есть многие слушатели, которые не знают, что такое GameXe, но вот, как бы, я всегда считал, что носитель, да, носитель духа это Ашот. Вот вы теперь почувствовали, что чем такое было, чем был GameXe и почему по нему там все, и до сих пор есть люди, которые 11 лет спустя горько плачут, потому что, ну, в лучшие моменты приблизительно он такой и был. И вот Ашот в большей степени это человек, который, в общем-то, он без там какой-то экзальтации и там бросания утюгов в лицо издателем и разработчиком очень спокойно объяснял, в чем проблема той или иной игры. И вот, и в частности, я не знаю, кто, что скажи, пожалуйста, это ты Lada Racing Club рецензировал? Да, я, но там, конечно, это был выдающийся выдающийся опрасчик. Я помню, Рецензию на какой-то этот, на какой-то мотоциклетный симулятор. Ну, в 2005 года, может. В 2002. Lada Racing Club, на мой взгляд, это был вполне себе, ну, арт-объект, это был, ну, арт-перформанс, серьезно, то есть, это, ну, такой, не политический пуссерайт. Люди, которые это сделали, которые еще и за деньги, ну, то есть, это было как раз, поскольку у нас же вообще мизантропия, это национальная идея, вот, Lada Racing Club, трамп. Был Racing Club. Был совершенно сознательный, ну, такой вот вызов, плевок вообще в окружающей цели. Не, когда ты добавляешь в коробку с игрой второй диск, потому что два диска, с двумя дисками игра стоит дороже, и на втором диске ничего нет. Это заслуживает. Так было все, потому что, когда ты едешь вперед, и ты уезжаешь в белое ничто, потому что игра не успевает просчитывать там трассу, вообще какие-то, вообще не успевает. Просто у тебя на экране вот это вот сияние, я не знаю, вечной жизни, да, когда игрок вышел в астрал, ну, то есть, и звук аварии, потому что ты куда-то при этом врезался в этой своей вечной жизни первым делом, судя по звуку, что-то разбив, нахрен. В мире, ну, да, если, в платоническом мире идеи, если туда во что-то врежешься, ну, это как там Пелевин писал, то будет это. Если бы меня ударили по голове бюстом Платона, было бы куда-то куда-то хуже. Была бы хорошая игра для Early Access, по-моему, потому что, например, в PUBG бывает такое, что ты едешь на машине и проваливаешься сквозь мост. Ну, от Racing Club предвосхитили Early Access, но просто еще никто не понял, потому что, да, время тогда не наступило, я не помню тоже, назначали ли там, то есть там поступали ли угрозы, потому что некоторые издатели, они ошотовые рецензии, они почему-то воспринимали там не как попытку, не как нападки лично на себя, то есть вы можете прочитать рецензию в одном из последних номеров Экзе, на игру Туманный Ёж, вот она, пожалуй, ну, в позднем Экзе, наверное, моя любимая, потому что периодически, я когда открываю подшивки, на нее наталкиваюсь, я начинаю ржать, но, естественно, конечно, да, можно упомянуть добрым словом то, что там написал, например, Саша Вершинин про альфа-антитеррор, убийство где-то в полутора килобайтах это было, то есть это просто моя рецензия, она была уже не нужна. В общем, заходите на замечательный сайт game.dash.org по-моему, там архив довольно, ну, не полный, конечно, но много там есть, а если вам прям очень хочется, то существуют торренты практически со всеми выпусками в PDF-формате. Рецензию, помню, большими кусками, как там даешь, умудряется настроить против себя практически сразу, редкий случай, когда он говорит, вот я бы рассказал анекдот про поручика Ржевского, и вот, и это вот, в общем, ну, естественно, я думаю, что может докатиться до того, что Олег Михайлович придет в следующий эфир, но мы, естественно, примем, мы можем даже устроить там, не знаю, очную встречу, хотя здесь, в общем-то, позиция, как сказать, человека, который... Нельзя так жестоко-то, ты что, ну, он же работает над этим. Пусть, Олег, не обижайся, ты хороший, мы тебя очень любим. Я шел. Давайте дальше по релизам, а потом, собственно, что обещали. У меня, кстати, у меня сейчас чувства были, как это сказать, уже ни для кого не секрет, что, в общем-то, пассионарий в проекте Коля, да, но у меня сейчас чувства, когда Ашот говорил про Project Cars, у меня вот эмоции, которые там... Я не знаю, наверное, там, в общем, в рент периода страны игр, там, то есть, есть это, вот, подлая гусель с змеей, которая там ведется в глубине души, такой, бля, а, 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 скажу, в общем, вот это, но я, в общем-то, себе там, как этот, там, на гербе столицы изображен, этот мужик, который нанизал эту змею на копье, в общем, все, я уже, я поскакал дальше, вот. Да, для отчетности, опять, нужно сказать, что Dishonored, а, 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 у минчан на гербе, там, просто стоит ангела, а у нас дерево, которое никого не убивают, ну, ладно, то есть, я прошу прощения, а что-то, как у москвича, то есть, что тут это прокрадывает свои обычные, там, всякие эти... Москва ненавистничество. А, нет, ненавистничество. А кто же ее любит-то? Обычное. В общем, на самом деле, это как там, я думаю, что когда в Дублине, там, снесли колонну Нельсона, вот, это жителям Лондона было глубоко на это плевать, то есть, то есть, когда-то они там взрывали, еще кирпичами тех, кто взорвал, по-моему, засыпало, ну, в общем, ладно. Лучше нас завезли, вообще-то. Я, конечно, меняюсь, но ладно, я думаю, что, в общем, мы отнимаем время, но тема открыта, потому что, но это, я помню, что кто-то, по-моему, не знаю, по-моему, кстати, Саша Вершинин ужасно обиделся, когда я сказал, в общем, в афише был, нет, это уже было позже, Саша, прости, это было, это было гораздо после экзеша, но, во всем случае, кто-то из Москвы обиделся, когда там был опрос, в общем, чего не хватает в Москве. Морячков, море, собственно, дешево, мне особенно про морячков понравилось, ух, это прям сразу видится, Майкл Пейлин, который развяз, из Монтипайтина, который развязанной походкой идет мимо пляжных кабинок, какая все-таки сволочь, вот, и, это, кстати, очень питерский взгляд, потому что, действительно, после питерских баров в Москве не хватает морячков, некогда дешевой китайской еды, и вот это, то есть, я ужасно обидел сразу нескольких хороших людей, которые, что, в общем, специфика сознания, ну, в столице, она заключается в том, что никому не приходит в голову задаться вопросом, что в Москве есть лишнего, но сегодня, вот, когда пришел, наконец пришел Ашот, который мы вот душевно обнимаем, вот, выяснилось, что в Москве не хватает колонны Нельсон Туше, в целом, Тарфальгарской площади не хватает, нет, на самом деле, я все-таки, я понимаете, это все же, на самом деле, это просто от смущения и большой любви, не дерись, от большой любви, вот, еще могу сказать, что на самом деле, все-таки, это, в Москве не хватает, например, настоящего Гиннеса, вот, из-за чего, страдают, многие очень хорошие люди, которые тоже москвичи, хотя они туда переехали, например, Саша Барышников, он ходит по Москве, водит в разные, переводит в разные бары, как с ним, куда ни пойдешь, там пить, чего, кстати, давно не делали, вот, выясняется, то есть, просто, встретились, я не имею в виду, что там, мы с Сашей нажираемся, там, всего несколько раз в жизни находили, просто, выпить кружечку, небольшой стаканчик где-нибудь, и он всегда говорит, вот, я знаю, где есть там настоящий Гиннес, но нифига, Гиннес, он оказывается развитым где-нибудь под Калугой, и в итоге, там, радости от него значительно меньше, вот, поэтому, на самом деле, конечно, в общем, извините за этот извив, пожалуйста, просто стоило про это рассказать, потому что, ну, я салюш не... Перестать извиняться, люди же любят, так что, да. Потому что Game Club, он, помимо всего прочего, еще и паб. Да? да. Но в итоге, то есть, как сказать, ладно, забейте, я потом еще расскажу про инсайт, в общем, я... это было второе. Давай, давай, сейчас сначала, сначала быстро, быстро по релизам, а потом будете разговаривать, потому что времени мало. Давай. Да, все, про Дизонс рассказал, Marvel vs. Capcom Infinite файтинг вышел, как файтинг, профессиональные игроки в файтинг сообщают, что игра более-менее неплохая, ну, вот, но, там, не знаю, стоит ли доверять рецензиям обычных игровых журналистов на файтинг игру, поэтому, ну, оценки средние. вот, если вы, прям, фанат Marvel и всяких вселенных капкам, то, конечно, пожалуйста, но, но, да, вышла игра Echo от студии Ultra Ultra, которая состоит из, там, в основном, из бывших сотрудников IO Interactive, которые сделали Hitman, и, это, там, third-person action sci-fi, но с интересной штукой в плане того, что, там, игрок задает копии своего персонажа, которые повторяют его движения, а враги подстраиваются под тактику, якобы, и вроде как делают это неплохо, потому что оценки в стиме неплохие, я бы, вот, я бы купил и поиграл, но, блин, к сожалению, там, дальше будет еще игра поинтереснее, я ее выбрал на следующую неделю, а с Echo, ну, может, как-нибудь попозже разберемся, вышла Danganron, а у тебя квота, одна игра в неделю? Ну, да, то есть, три игры в неделю, это прям много, одна, это стандарт, и, если бы я тут, если бы я в Gameplay был занят фулл-тайм, я бы тут, каждый день на всякие игры смотрел, но нужно еще работать и много всякого другого, Danganron, V3, я не знаю, как это читается, V3, окей, третья, в общем, Danganron, Kill'n Harmony, не знаю, можно это назвать квестом, ты что, знаешь про серию Danganron? Я вообще 95% упоминаемых игр названий никогда не слышал, я думаю, больше не услышу. Ну, окей, в общем, это все-таки визуальная новелла японская, да? Нет, визуальная новелла я бы кристами называть не стал, конечно. Ну, да, наверное. Вот, нравится многим, но там без спойлеров не рассказать о том, почему не нравится некоторым, просто сюжет некоторым тезентам не понравился, но в целом, если вы как бы в предыдущие Danganron поиграли, то и в это нужно. Но мне кажется, здесь не просто визуальная новелла, здесь есть всякие интересные штуки. Но я, к сожалению, забыл, что там было вот в этих, именно в серии Danganron. Ладно, в общем, хорошая игра тоже. Вышло дополнение Guild Wars 2 Path of Fire. Не знаю, скучное название, но если вы вдруг когда-то играли в Guild Wars 2, то, видимо, отличный повод вернуться. Как обычно в MMO бывает много нового контента со всех сторон. И PvP, и PvE, и так далее. Вышла SteamWorld Tick, вторая часть, и прям там 90 баллов из стана OpenCritic. Это редко бывает. Action Platformer, не знаю, Metroidvania это или нет, выглядит как Metroidvania, и очень миленькая, и вообще, и SteamWorld, это франшайз такой интересный, так что очень рекомендуется, видимо. И на Switch'е она вышла, и на ПК, по-моему, на других консолях, на PS Vita, вон 26-го, на PS4 тоже 26-го, да. Вперед. The Witness... ее сейчас, ее сейчас раздают Origin, электронную карту, нет? В какой-то момент ее раздавались бесплатно. Первую? Первую? Да, да. Специальную, видимо. для того, чтобы люди вторую потом купили. Ну, понятно. The Witness, я думаю, The Witness, аж он знает, что за игра. Знаешь? Да, но при этом она у меня в списке посмотреть потом, я до нее так и не дошел. Ну, вот это ты зря. В общем, The Witness замечательный. Ну, окей, я назову квест, хотя на самом деле просто головоломка. Вот. Ну, я бы сказал, что квест, да, потому что у нас жанр размылся за это время. Да, окей. В общем, вышла она на iOS, и, блин, всем, кто еще не поиграл, всем обязательно нужно поиграть. А что тут, если у тебя там есть что-нибудь на iOS, всего планшет или телефон, то можно вот теперь. Абсолютно ничего. Ну, это тоже, это тоже верно. Ну, Витнес теперь можно поиграть там, по-моему, на всех консолях. Нет, на Xbox, наверное, не вышел. Ну, в общем, много где можно поиграть, без особых проблем, так что, да, блин, я не могу рекомендовать эту игру достаточно, как говорится в английском, по-русски это странно звучит, в общем, супер просто. Джонатан Блоу, наш человек. Ну, если вам, если вам не нравится, вот прям очень не нравится решать головоломки, то, конечно, нет, а так обязательно посмотрите. Вышла Hit Signature от Тома Франсиса, как он там, ну, какую он игру сделал до этого, черт, я почему-то забыл. Ну, сейчас, сейчас, сейчас я вам быстро скажу, я в стиме тут нажму. А, да, Gunpoint. Вот, а Hit Signature, как нам сообщают, там люди, я, как нам сообщают, видосы, все эти, это прям как почти Hotline Miami, только в космосе, то есть, вместо, там, всяких домов с гангстерами, вам нужно захватывать космические корабли с разными отсеками, с разными эллинами и так далее, и здесь между уровнями есть хабы всякие интересные, ну, то есть, вот, Том Фрэнсис, он, конечно, там, не блещет в плане интерфейса и всякой, потому что это сделано на, как же это называется, в Game Maker Studio, но должна понравиться любителям всяких таких интересных инди-штук. В принципе, Hotline Miami, она тоже была сделана в Game Maker Studio и ничего. Вот, с релизами, все, я должен сказать, что на следующей неделе я хочу посмотреть на Ruiner, Ruiner, это тоже, как обещают, Hotline Miami, только там, киберпанк такой, весь из себя, с соответствующей музыкой и в 3D. Ну, как вы видите, сейчас на экране выглядит она интересно, может, там, вспомнить про какие-нибудь, про какую-нибудь классику типа Alien Shooter или там даже Crimson Land, но, наверное, не Crimson Land, все-таки, наверное, больше Alien Shooter. Обязательно посмотрим. Выходит она 26 числа послезавтра мы записываемся 24-го. Да, на этом вот план подкаста у меня закончен. А, там еще, да, там еще 29-го Cuphead выходит, но я не знаю, как на следующей неделе получится или нет, потому что надо все-таки подкаст записать. 29-го числа это пятница, а там нужно будет ехать на права, чуваки, в общем, дела, дела. Я надеюсь, что как-нибудь дополучится, но может Cuphead на следующей неделе. вот, теперь Коля, давай. Я бы сказал, что еще по поводу Нельсона можно сделать памятник, чтобы не было его. Зацепило. Да, ну просто, да, в знак миролюбия, хотя, конечно, там на комбинате распоряжается олигарх, можно было бы отлить Нельсона, то есть там они за колонной, то есть он не стоит на колонне, а нормальный Нельсон человеческого размера и Эмма Гамильтон, то есть там насносительно молодой Нельсон еще, в общем, весь, так скажем, в соку, и вот они там прячутся друг от друга за колонной, можно было бы как раз там у Ашота поставить, там у них парк очень хороший. Вот. Где-нибудь. Парк, если это проколонненский, то я сейчас на Шабовской. Тут никакого парка нет, тут вместо него торчит башня, неработающая, огромная. И в общем, в любом случае есть эта компактность размера, она подразумевает, что можно поставить в разных местах. Вот. И мы обещали поговорить с Ашотом о том, что вообще, во-первых, как правильно писать про квесты, и что вышло там в последние годы. В принципе, во мне вроде нет граммар нации, однако у меня все внутри кричит квесты, потому что почему на первом ударе? Но я, нет, я вообще не готов сказать, по каким правилам у нас переносится ударение, куда. Эмфатическое ударение, я бы сказал, хотя я не уверен в этом вообще термине совершенно, так как я вообще совершенно не лингвист, но тем не менее. А у меня все специалисты отошли, поэтому как бы, в общем, даже спросить не у кого. Квесты, не знаю, может быть, переезд этот ударение на последний слог, он подчеркивает, что... Ну, просто мосты, квест, квесты. Да, то, что их просто много, и это... Просто просты. Хвост, хвосты, и да, и, соответственно, просто если квесты, то тогда там произносятся шва, по-моему, на конце практически, там, ну, сильно редуцированно и гласно, а тут мы подчеркиваем, что это богатый мир очень. Большой злот. Ну, в общем, да. Окей. Да, с квестами, конечно, сложно, сложная навигация в этом мире. Ну, то есть, у меня, например, такое с книгами, потому что есть миллион книг, вот, что выбрать непонятно, как узнать, какая из них хорошая, какая нет, непонятно, вот, хватать в магазине с полки все подряд тоже как-то довольно странно, и, в общем, что делать, неясно, проще ничего не читать. Вот, с квестами похожая ситуация, пока бьются за оценки вот эти вот паблишеры своих, что, про что мы там говорили сегодня, NBA. Про Туки, да, Туки 18, мы говорили. Дело в том, что для игровой индустрии квесты умерли в районе, примерно, года 2000, и все. Их больше нет, по большому счету. Ни один мейджор квестами не занимается, и они не интересуют ни издателей, ни, в общем, мейнстримовые сайты. Да, у меня, конечно, рок-пейт по шотган, который, с одной стороны, мне он нравится, ну, сайт, как-то они интересно пишут, но то, что они пишут про квесты, это просто какая-то печаль и боль. Я долго думал, господи, когда же, наконец, они уволят вот этого чувака, который вот настолько не в теме. Пока я не догадался посмотреть в титры, оказалось, что этот человек, который не в теме, у них там чуть ли не главный редактор сайта, поэтому нет, его не любят. Потому что он на себя эту тему он берет, потому что никто еще не хочет, очевидно. Я не знаю, зачем он это делает, вот, но, на мой взгляд, лучше вообще. Ну, да, как, да, другие сайты, когда они пишут, там обычно человек, видно, что человеку Жанна просто не нравится, и как бы идея, что тут, почему все не трехмерное, почему меня заставляет куда-то щелкать мыши, я не хочу ничего решать, у меня лапки, вот, а ты читаешь такую рецензию, думаешь, ну, елки, ну, ладно, человек, давайте его отпустим, пусть идет играть в свое не знаю что, вот, как бы ему тут некомфортно, не надо человека мучить. При этом так было не всегда, хоть, друзья, давайте сейчас перенесемся из-за конца 2017-го в начало 80-х годов прошлого века, прости господи, прошлого тысячелетия, прямо-таки. Компьютеры, это еще гиковская забава, никто в них, еще нет игровой индустрии, как вот сейчас, как такую вот, по размеру, как голливудская, да, это просто, это хобби для какой-то горстки каких-то нердов абсолютных. И дело в том, что в тот момент квесты были главным в мейнстриме. Это середина 80-х, первая половина, это вот Зорг, я не знаю, тут, Коль, ты играл в тексты? Вообще, кто-нибудь играл в тексты? Кто-нибудь знает, что это такое? Нет, я, по-моему, Зорг, я ее даже ставил, кажется, но у меня это текстовость, да, мне стало дискомфортно, у меня лапки, я пошел в свою цивилизацию играть. Ну да, тексты квест, это когда у тебя на экране, скорее всего, ничего нет, кроме букв, и ты с игрой разговариваешь, например, она тебе сообщает, ты стоишь в центре комнаты, на западе стена, на ней висят, там всегда ориентируются по краям света, но чтобы для какой-то понятной навигации, иначе было бы очень тяжело. На западе стена, на ней висят ходики. Да, еще момент, поскольку сейчас будет разговор про квесты, я терпеть не могу спойлеры, поэтому у нас не будет ни одного спойлера. Это как бы гарантия, штамп от меня, гарантированно, ноль спойлеров. Поэтому все примеры, которые я буду приводить, они выдуманные, аналогии, они примерно соответствуют, но точно таких ситуаций в игре не будет. Итак, значит, игра вам говорит, что там слева висят ходики, справа перед вами дверь. Ты думаешь, наверное, я хочу туда пройти, ты пишешь, открыть дверь. Игра тебе говорит, а-а, дверь не открывается, наверное, она заперта. Тогда ты пишешь, отпереть дверь. Игра, от тебя отвечает, отпереть дверь чем? Ты пишешь, отпереть дверь ключом. Если у тебя, да, в инвентаре, в этих играх тоже был инвентарь, но, собственно, он с них и начался, ты пишешь, отпереть дверь серебряным ключом. И тогда она пишет тебе, окей, дверь открылась. Или она пишет, не подходит. Ну, короче, вот это такой способ текстовый. Я думаю, конечно, без картинки это может быть тяжело, с непривычки. В чем? Но зато, неважно. И вот тогда, когда, ну, игры делали там два человека, пять человек, и вот этот Zorg продался количестве, там, сотни, сотен тысяч экземпляров. Я не помню, сколько. Короче, дофигища. Это был реальный мейнстрей. Я не знаю, как дум сейчас. Это было главное, что есть. Ну, и, собственно, вот дальше же, там, Мист 90-х. Ты играл в Мист, Коль? Я смотрел из-за плеча, как вот были люди, которых там были ночные дежурства, в вычислительном центре, у них хватало терпения, без салюшенов, лично вот это вот, потому что, в противном случае, это нечестно, не спрашивать советов у коллег. Ну, десятки часов тратить, не очень хорошо зная английский язык, тратить на головоломки, на тамошние. Собственно, это как раз, вот это вот хватало терпения. Это интересно, потому что в квестах это и есть игровой процесс, когда ты, это не то, что терпение, это тот фан, ради которого ты в этом участвуешь. Именно поиск решения, пробы, и поэтому вот как раз лучшие квесты, они, когда вот перед тобой головоломки, задачи, когда они перед тобой раскрываются постепенно, когда они многослойные, и ты вот проникаешь туда, вот слой за слоем, ты понимаешь, как бы, как оно устроено, что нужно сделать. Вот это, ну, такое вот, ну, просто жажда открытий, да, такое. У нас же сейчас очень маленький, ну, маленькая планета, у нас нет каких-то неисследованных уголков, мы не можем вылезти в космос, толком, и прям, ну, у меня ощущение, что этого не хватает. Лично мне, я не знаю, там, в целом человечеству, вот, чего-то каких-то белых пятен. И вот, ну да, квесты, они вот именно помогают, вот это вот, в себе потешить жажду первооткрывателя. Поэтому, и то, что, да, не пользоваться подсказками, как раз в том-то и весе смысл, что да, когда-то там энное количество часов, ты вот рубишься с ней, ну, это как вот процесс, не знаю, отстрела монстра в думе, то можно сказать, что он же тоже там однообразный, какое терпение для этого нужно. Смотрите, человек завалил 10 тысяч монстров. Он, наверное, очень терпеливый. Ну, когда он скажет, человек скажет, что он каждый раз ему как новый. Конечно, я думаю. Здесь же то же самое, что, конечно, в хороших квестах, как бы, естественно, каждая загадка, каждая задача, она всегда другая. И это в этом как раз мастерство разработчика, да, чтобы это был, ты там, в этом квесте не порешал бы два десятка совершенно одного и того же, а чтобы это были каждый раз разные монстры. Это делается очень сложно. И, в общем, мало кто это умеет. И, опять же, да, игровая пресса не умеет в этом разбираться, к сожалению, потому что там, при этом есть же сайты, ну, вот раньше был Adventure Gamers, которые вот именно, которые ориентируются только на квестах, которые не пишут про мейнстрим, как бы, отрабатывают только узкий жанр. Вот. И, в общем, с того момента, вот, Мист это был, последний, последний, он там, его продали тоже там сколько, 5-6 миллионов, короче, какое-то невменяемое количество. Это было, по-моему, самопродаваемая игра 90-х. И, это был, вот с этого момента, квесты в денежном плане пошли на спад. Я говорю в денежном, потому что в творческом, наоборот. Сейчас, ну, большая часть квестов 90-х, фактически, ну, не особо выдержала проверку временем. Не знаю, если бы я составлял, там, лично топ-20, там, игр прошлого тысячелетия, практически бы не было. Очень мало, исчезающее мало количество. Но в денежном плане они как раз тогда вот доход приносили, сейчас нет. Ну, такой именно, серьезный. Видимо, потому что публика, которая все-таки сидела там за ПК еще в 90-х годах, она была, ну, в целом, не знаю, интеллигентнее, чем сейчас, может быть. Не, конечно, именно степень компьютерного, ну, нордизма, я не знаю, как это назвать, сказать по-русски, вот, она, естественно, поскольку компьютеры стали гораздо демократичнее, вот, и, ну, и вообще проще во всем. И, да, у квестов есть просто жанровые проблемы, которые, в принципе, есть, они нерешаемые. И до поры до времени с ними мирились, потом, ну, мне кажется, что эти проблемы жанры убили. Например, одна из основных, вот то, что про терпение ты сказал, да, в квестах один уровень сложности. Это жесть, ад и, как бы, ужас, потому что, там, ну, там, я ветеран жанра, их прошел очень много, и мне нужен квест очень сложный. Это как, не знаю, там, любителю думы играть, он может только на ультра-найтме, а все остальное ему не нужно. Как бы все остальное для него скучно. А теперь представьте, что последний дум 2016 года выходит только с уровнем сложности ультра-найтме. я думаю, я не знаю, что он получит, простите, ноль баллов, один, это будет чудовищная рецензия, как бы. Да, учитывая, что там полигон, они не могли, по-моему, на простейшем уровне, там, сначала убить импов, ну. Нет, кое-что ты говоришь. Да, это популярное очень видео, на самом деле. Конечно, даже я лучше играю. Мне кажется, я с содроганием потом в дум там полез, уже после полигона, но все-таки там, на, по-моему, на первом или на втором уровне сложности все-таки я смог там пройти с первого раза, даже сам подивился. Ну, там, конечно, на ультра-нет-мея нормальный игрок гарантированно не выйдет дальше первой комнаты. Вот первый, куда вот он вылазит, первый раз хватает вот эту вот какую-то биоштуку, на него сыпятся монстры, все. На этом для 95% игроков игра бы закончилась. Вообще, в Стиме есть очень интересная штука, ачивки, которые показывают, какое количество, они показывают прохождение игры, часто прохождение игры на больших уровнях сложности. Потому что, на мой взгляд, например, там тот же XCOM, первый, в смысле, ремейк Firaxis, но первый, с этими, конечно, ребутами уже, черную гусу ломит. Игра на нормале, я начал, и как-то, я игру бросил, я думал, что это полный трэш. Ну, потому что ты просто двигаешь своих солдатов, они выносят каких-то этих несчастных инопланетян, потому что я не могу завоевывать землю, у меня лапки. Ну, это как-то какой-то, ну, массакры, убийства, и просто их жалко. Я думал, что, ну да, наверное, такая игра, но как-то... Почему-то, вместо того, чтобы стереть игру, включил классик, где меня моментально вынесли всю команду на первую же миссию, типа, о, тут вообще-то есть, как бы, игровой процесс, оказывается. На нормале, если ты пройдешь, ты просто игру не увидишь, ты не узнаешь, как бы, какие в ней механики, что в ней, ну, как бы, то есть, это, ну, как, почти как посмотреть трансляцию. Ну, стрим. Стрим, да, черт, я забыл правильное слово, вот это был фейспалм. Да, практически. Если посмотреть, получается, что, не помню, 20% пользователей прошли игру на нормальном, и там порядка, там, пяти, или там, не помню, трех прошли ее на классике. Там, с перезагрузкой вора, там, 2014 год, была похожая ситуация, что все игру материли, потому что это, ну, как бы, просто приставочный кошмар. Хотя, на самом деле, если там поковыряться в уровнях сложности, получается, это, ну, отличная четвертая часть, хардкорнейшая, очень тяжелая, очень мощная. На этом уровне игру прошли, я не помню, там, два или три процента. Ее никто не видел в том виде, в котором она должна быть. И, как бы, вот, большая часть... Ну, даже, если посмотреть, сколько людей, там, какой-нибудь, там, Fallout 4 прошли до конца, то там обнаруживается, даже, на любом уровне сложности, там, процентов 10, не знаю, ну, может быть, 20, там, или Ведьмака, или Скайрим, там. Ну, и это, конечно, несколько... Вот Скайрим, мне кажется, кстати, не из тех, не из тех типов игр, которые меняются от уровня сложности. Ну, то есть, например... В принципе, вообще пройти, да, здесь про уровень сложности даже... А есть, вот, есть игры, где уровень сложности, это именно то, что их делает. Вот. И это я к чему? Это я возвращаюсь, да, что в кистах, именно то, что уровень сложности всего-навсего один, это, конечно, очень сильно, ну, режет аудиторию и с этим, ну, как бы ничего не поделать. И то, что они абсолютно линейные, то есть, квест, квест не меняется. Сейчас я ворвусь, короче, в разговор. Потому что, извините, я отходил, нужно было тут, вот, и мне будет потом интересно послушать, собственно, выпуск подкаста, чего я раньше никогда не делал почти. ворвусь в разговор и скажу про The Witness. Окей, обязательно. Про The Witness, потому что это не линейная игра, там целый остров с разными областями, в которых головоломки разных типов, и ты можешь пойти практически в любую область сразу и решать головоломки, которые тебе больше нравятся. И уровень сложности там тоже, там три уровня сложности, если так посмотреть. То есть, там нельзя выставить его в настройках, но на первом уровне есть головоломки, которые, собственно, вот ты там видишь на стенах, ты подходишь на нее, нажимаешь и решаешь. На втором уровне головоломки, которые, ну, не знаю, как это сказать, без спойлеров, там, на уровне выше их, скажем так. И есть третий уровень, который вообще, то есть, головоломка это весь остров, и, да, собственно, не всем обязательно там до третьего уровня доходить, чтобы игру пройти. Вот. Ну, я бы сказал, что такие вот игры, вот головоломки от первого лица, он стал, жанр очень популярен, ну, собственно, в последнее время. я бы его выделал все-таки в отдельный поджанр квестов, потому что тут другая история, не так важна. Ну, это именно сборник паззлов, где меньше важна, не знаю, история, если угодно. Мы говорили про смерть квестов, ну, про какие-то штуки, а, значит, краткое резюме, что с точки зрения большого бизнеса квесты умерли где-то во второй половине девяностых и больше не возродились. Сейчас это исключительно индиистория, вот, они, квесты не попадают там в какие-то большие заголовки, и, ну, это то, о чем говорят на полях, и то, что, в общем, не привлекает большое количество народа. Ну, вот, Уитнес привлекло довольно много, мне кажется, хотя, конечно, тоже это все это индиистория. Смотри, вот в индиистории, конечно, тут было, значит, год, там, двухтысячный, игры, да, квесты фактически самовыпиливаются, потому что там фулл-моушн-видео и там попытка перехода в 3D или попытки подстроиться подконсольное управление, все ужасно, все идеи как-то идти с ногу со временем, исключительно одна чудовища, не другой, пока, наконец, на них не забили все, и, соответственно, там, в нулевые квесты почти не выпускаются, с одной стороны, а при этом, когда первый портал вышел? Это же нулевые, да? В седьмом? Вторая половина. Ну да, в седьмом. В седьмом был Orange Box, да, то есть Orange Box в седьмом, и там был первый портал. То есть фактически первый портал, вот, я бы сказал, что это, ну, вполне себе квест. Притом, да, если мы можем, если мы не ставим знак равенства между Point and Click играми и квестами в целом, потому что в целом жанр гораздо шире, как вот, ну, первые квесты, тексты, о которых мы говорили в Беретебе, там, естественно, там не на что было кликать, нечем было указывать, однако, как бы, это все равно уже были квесты, поэтому и жанр гораздо шире, чем только Point and Click. И вот, и портал первый, второй, ну, то есть, вполне себе смежный. Я бы сказал, что Амнезия вполне себе квест, при том, что, ну, большая часть... Есть штуки, которые нужно решать. Геймплей, это головоломки, именно вот эта жажда первооткрывателя, да, когда вот ты не знаешь, как оно работает, потому что там, в думе ты знаешь, как оно работает, там, в стратегиях как раз, если в стратегии ты не знаешь, как оно работает, то это фиговая стратегия, значит, она себя плохо объясняет, и как бы так делать нельзя, и это, ну, игроки за такое бьют очень больно, в общем-то. В Квестах это, наоборот, часть фана, когда ты встречаешь что-то, ты не знаешь, как оно, в этом смысле, именно идеологически, Амнезия Квест, а, например, как он быть, Alien Isolation, вообще не Квест, ни разу. Хотя, казалось бы, там тоже есть какие-то... Я бы сейчас, если было еще много времени у нас, у меня тут не было жены с ребенком, и так далее, я бы вам долго рассказывал о том, какой Квест Хитман последний, наверное, предыдущие тоже, хотя я в них не играл, но там тоже вот фактор того, что ты на каждом уровне встречаешь что-то, что тебе нужно выяснить, как это работает, как убить какую-то цель именно вот этим способом, и этих способов очень много, и почти все они неизвестны игроку до того, как, собственно, получится. Ну, с одной стороны, можно сказать, что он, конечно, смежный, но я бы сказал, что все-таки Хитман все-таки это экшен от третьего лица. Конечно, там реально сильна вот эта Квестовая составляющая, но в качестве основного жанра я бы точно на нем метку Квеста бы не поставил. Нет, да, естественно, в первую очередь это экшен от третьего лица. А я вот еще хотел спросить, обсуждали, упоминали ли об Дакшене? Мы вообще пока ничего, до конкретных имен вообще пока не доходили, просто как бы разговор в общем. Ты играл в Абдакшн? В Абдакшн нет, не играл, тоже. Она у меня... Создатели места. А, ну ты знаешь, да? Конечно, она у меня, безусловно, в виш-листе, я очень боюсь ее смотреть, потому что там же, ну да, первое место делали, вот три брата, а второй место, если... Второй место, который назывался Ривен, если я не ошибаюсь, уже было два, еще к ним пришел человек, который из киноиндустрии, который как раз обеспечил невменяемо крутой Абдирекшн. А дальше, ну, третья, четвертая вообще у них забрали, и они ЦИАМ не делали уже Мисты, а дальше, честно говоря, и УРУ был не особо, Мист 5, на мой взгляд, просто был катастрофой, и я, в общем, откровенно боюсь, вот, потому что очень же много, как раз изготовитель квестов в 90-х, вот все эти легенды, они пришли на Кикстартер, все отлично, успешно получили деньги, и начали выпускать, вот, мы стримили Арми Крок в свое время, который был, конечно, такой коллапс, катастрофа, да, который формально вроде похожий, но при этом люди абсолютно не понимают, не понимали, да, что вот сделало первую часть такой прекрасной, это была абсолютно история с Мист 5, что вот, не знаю, один вот этот оставшийся брат в Циане, да, что это он же, да, он же записывает по-прежнему вот эти ролики с собой, но настолько мимо все, настолько какое-то непонимание того, что, как работает жанр, который, черт возьми, он же сам помог создать, это просто, ну, была боль и слезы совершенно, а, ну, собственно, подобные боли и слезы, раз уж тогда уж мы начали тыкать пальцем, это было Dreamfall Chapters, который, я просто, вот, у меня был постоянный конфликт с этой игрой с самого начала, о боже, как же так можно, да, значит, это третья часть серии, вдруг кто не знает, Longest Journey, один из, там, легендарных кристов 90-х, если он очень хороший, в него можно играть даже сейчас, это можно, это можно сказать, далеко не во всех, ну, олдскульных кристах, вот Longest Journey, да, при том, что выглядит он, конечно, по нынешним меркам ужасно, но вот в нем, вот эта жажда открытия, она передана удивительно, и по большому счету, я вообще думаю, что эта игра создалась как, интересно было бы узнать у автора, да, что там было на самом деле, то есть мне представляется такое собрание, что типа собираются разработчики, а теперь давайте каждый из вас назовет те локации, которые ему бы захотелось увидеть в квесте, вот самое как бы интересное, что ему может там прийти в голову, там, пусть это будет необитаемый остров в океане, записали, космическая станция, записали, там, подземелье, там, из Бабы-Яги, записали, там, какое-нибудь подземное царство, подводное, записали, все записали, там, антиутопия, постапокалиптическая, записали, окей, получился список, там, не знаю, два десятка локаций, хорошо, а теперь давайте как-нибудь придумаем сюжетную линию, чтобы это все соединить в одно, опаньки, они смогли, это вообще невероятно, как бы вот, ты никогда не знаешь, куда играть, тебя выкинет в следующий момент, это просто, ну, из-за этого она, конечно, выглядит таким каким-то набором эпизодов, но вот именно то, что в Думе ты все-таки знаешь, что сейчас комната, потом следующая, потом еще одна, здесь, когда вот экран гаснет, что там у тебя зажжется, может что угодно, ты можешь оказаться где угодно, как бы, и это было прямо очень мощно, да, потом была вот Dreamfall, середина нулевых, и это тоже тот момент, когда, ну, квесты умерли, их нет, на мой взгляд, вот Dreamfall просто, наверное, главный квест нулевых, но его очень многие не любили за упрощенность загадок, за то, что там, ну, это не point and click, там нечем указывать, у него фактически консольное управление, он действительно особо удобный, вот, но при этом и история, и, ну, вообще, не знаю, там, казалось бы, формально вот и нет особой интерактивности, и есть за что его ругать, но при этом вот это просто идеальный экспириенс, с начала до конца, вот, просто одна из сильнейших игр вообще, если не брать жанр, не в жанр крестов, а вообще во всех, и вот там, если, не знаю, там в топ-10 вообще игрового наследия, там Dreamfall, на мой взгляд, точно должен быть, и поэтому, может, у меня были завышенные ожидания, да, поэтому, когда вот Dreamfall Chapter делает тот же автор игру, там, не отдали кому-то другому, это он же, сейчас все то же самое, ну, божественные скриншоты, там, все тоже там в тысячу раз красивее, а потом с самого начала, ты, о господи, что он делает, нет, пожалуйста, остановись, нет, то есть, я не знаю, может, его похитили, может, там, игру делал какой-то самозванец, но я ее воспринимаю, там, Dreamfall Chapter, как фанфикшн, я не считаю его частью канона, она офигительно нарисована, но как бы нет, все было не так, как бы герои не такие, он ломает собственных героев уже, не знаю, в третьей части, они кардинально отличаются от второго, это, не знаю, кто-нибудь кроме меня смотрел, Dreamfall Chapter, нет? Нет, я вот, к сожалению, вообще с франчайзом не знаком, хотя хотел бы, да, пинг-понга сложно ожидать, да? Я вот думал, ну, давай, давай. Ну, из таких вот, если Point and Click, Спасители это Дедалик, которые пришли, по-моему, в конце нулевых, с очень, абсолютно, невероятно сырая инди-игра Эдной Харви Побег, Breakout, я не знаю, она переведена на русский, нет? И она сложная, и явно ее делал какой-то упертый фанат, потому что там жанр, вот, там миллион активных точек, там миллион предметов в инвентаре, и у каждой, там, при применении каждого предмета на каждой конкретно активной точке, там уникально обязательно должна быть фраза, то есть там не одна и та же там повторяется, и, ну, то есть какая-то кропотливая, работа там, потому что таких уникальных фраз, я не знаю, сколько там тысячи должны быть, ну, это прям примерно как озвучит весь Скайрим, вот, человек это сделал, ну, просто из-за любви к искусству исключительно, и она выглядит, ну, не очень красиво, но при этом она действительно хорошая игра, а дальше после этого вот пошла компания «Дедалик», и она выпустила обойму, в общем-то, на мой взгляд, там, золотой фонд квестов, он наполовину состоит из ее продукции, причем, там не один дизайнер, там несколько людей, у каждого свой стиль, они разные, ну, на мой взгляд, это примерно как аналог, ну, по силе, наверное, как Миньцзаки мультипликации, вот «Дедалик» вот в играх, в квестах, вот такой же силы, я не знаю, там, выразительности. Ну, то есть, говоришь о Дипонии, да? Не только, Дипония, серия, четыре квеста, они фантастической силы все, при том, что четыре игры, как можно сделать вообще четыре игры? Я, кстати, бы ее считал за одну, потому что именно по то, что ни одна часть не слабее, другой, вот, они все четыре на абсолютно топовом уровне, это как бы, то, что у Dreamfall'а так вот не получилось там, и первая чуть как-то, на мой взгляд, слабее вторая. Как-то быстро они их делают, то есть, первая часть в 2012, потом в 2013. По-моему, да, то есть, это какой-то, и это вот как раз делает, там, дизайнер-основатель студии, но помимо него, он же такой не один, он вокруг себя собрал, команду, я думал, что, господи, Германия, наверное, там обалденно сильная мультипликация, полез исследовать, что как бы, что там с германской полнометражной мультипликацией, казалось, ничего, я не знаю, откуда он так взялся, и, да, например, Мемория, Мемория, где ставится ударение, у Кобейна Мемория, почему-то мне хочется сделать, чтобы Мемория, тоже, которая там, вторая часть, фамилию дизайнера, тоже не помню, к сожалению, и просто абсолютный, абсолютный шедевр, при том, что, да, что умеет делать, вот, дедалик, в чем их сила, что, помимо, самих квестов, самим задач игровых, которые сложные, интересные, каждый раз разные, это обязательно, это, там еще история, которая, ну, как в театре или в кино, да, история рассказывается не просто так, не просто для того, чтобы узнать, что случилось с героями, а в хорошей истории должна быть сверхзадача, когда, ну, по большому счету, да, воздействие, там, на зрителя, на публику, то, ради чего это все, как бы, вот, в конце, вот этот катарсис, который пытается добиться, там, театр, кино, все, вот, дедали каким-то образом, я не знаю, драматургическая подготовка, черт, или просто такой-то талант, они это умеют делать, у них это отлично получается, потому что, мемория, там, хоть рыдай в конце, ночь кролика, прости господи, казалось бы, как можно сделать игру, в хорошей, ночь кролика, там, ставишь демо-версию, и выясняется, что ты играешь за мальчика лет десяти, у которого последние два дня школьных каникул, а его первая задача сорвать маме, там, ягод для черничного пирога, и ты такой, серьезно? вы хотите, вы хотите, чтобы вот, вот я сейчас вот в него вживался, чтобы я вот этим сейчас занимался, вот, ну, казалось бы, ну, как бы, это катастрофа, вот такого, ну, из этого нельзя, эта игра не может быть хорошей, я читал отзывы на стиме, типа, вот это мой любимый квест, я думал, ну, да, ну, фанаты, ну, вот такие, ну, что с них взять? Когда я прошел до конца, я, в общем, да, сам готов был писать, что, господи, потому что сперва там первая там половина, она тебя вот вводится в пасторальный мир, я не знаю, ну, примерно как «Ветер вывых» Кенната Грэма, такой, вот почему-то у нас, да, ну, через Пинк Флойд, да, у нас Кеннет Грэм же связан с Пинк Флойд, через Сиде Баррета, поэтому вот, вот такой психоделик рок, и вот этот, постарайся зверушками, вот этот, я кролик у меня, кролик, я крот, у меня лапки, и, да, у меня лапки, это сегодня у нас будет рефрян передачи, и, да, сперва, игра долго тебя в это погружает, и когда ты, наконец, проникся вот этим, вот это вот, счастью, да, ты действительно маленький мальчик, десяти лет, который попал в волшебный мир, и он ростом с мышь, и он ходит среди других мышей, и как бы это абсолютное счастье, и в этот момент там игра меняется, спойлерить не буду, как я и сказал, естественно, вот, но именно вот эта способность выйти на что-то большее, ну, рассказать тебе, ну, о чем-то более важном, да, о более чем решение задач, чем просто мими, какие зверушки, чем, не знаю, там, борьба с какими-то, с какими-то плохими персонажами, вот, это важно, и детали к этому имеют, ну, в общем-то, как никто, наверное, на крестах, ну, про детали я тоже слышал, почти только хорошие, новые глаза Харви, вообще тоже, игра про, она тоже, игра умеет себя подать, конечно, привратно, мы начинаем играть за маленькую девочку, лет на вид чуть ли не пяти, которые даже общаются с другими, так, то есть, о, говорит она, на что и собеседник отвечает, ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе дал вот ту лопату, так, зная ни за что, и он такой, о, ну, такая вот безответная девица, которая учится в католической школе, на которой там орет какая-то толстая тетка, вот, примерно как в нашей школе, то же самое, и у которой первое задание, не помню, там, вскопать огород, убрать листья с асфальта, ну, то есть, это тоже какой-то бред, там, ребята, как это можно вообще делать в играх, да, вот, и из этого они делают шедевр, во-первых, ну, я не буду считать это спойлером, потому что это показывается, ну, это видно в первый час, и это как бы показывается в демо-версии, выясняется, что эта девочка, конечно, она очень хорошая, она все видит в розовом свете, и она считает, что все ее любят, и там закадровый голос, да, типа, ой, какая хорошая тетка, да, она у меня так наорала, но это же исключительно из любви ко мне, вот, так получается, что персонажи вокруг нее, от ее действий, случайно умирают, ну, так получается, она не сама, вот, и она не видит их трупы, просто вот на том месте, где должно быть и безображенное тело, сидят такие веселые картофельные гномики, и закрашивают его такой самой девочковой розовой краской на свете, вот, и инсайты, да, игра про то, как у нее, как у девочки, есть какие-то вот все блоки, которые, наверное, поставлены родителям, ну, какие-то, знаете, знаешь, типа, не врать, нельзя врать, или там, не играть с огнем, или еще не делать что-то, и где она проходит через психоделический опыт, как раз вот, с ее воображенным другом кроликом, через психоделический опыт преодоления вот этих преград, что врать нельзя, но в некоторых случаях, как выясняется, можно, и в итоге, да, вот эта игра «Новые глаза» Харви, там, поскольку спойлерить нельзя, да, самый сильный катартиз, который у меня был в играх вообще, не знаю, там, в играх в кино, вот, просто, вот этот вот момент, не знаю, взросления, изменения себя, да, какого-то инсайта, понимания, он передан божественно, как бы, это высший пилотаж, вообще в искусстве, ни в квестах, ни в играх, как бы, вот в этом, и они это у меня, делать, это невероятно круто, вот, все, я думаю, дедалик, в общем, в стиме, лучше всего, берите бандал, где там штук 10, там, дедалика, игр, из них, там, 5, это будут просто нормальные игры, типа, там, новое начало, ну, как бы, нормальный квест, примерно, как там, не знаю, там, сломанный меч, проходной, ничего интересного, вот, а еще 5-6, это будут, ну, лучшие игры вообще в жанре, всех времен, вот, это была рекламная пауза, деталик, надеюсь, как бы, если у них, есть русское представительство, да, пусть им будет приятно, я боюсь, что не помнишься, я забыл, кто там, с деталиками работает, может быть, один человек какой-то занимается, но те кто, я не помню, честно говоря. Я вот хотел спросить, понятно, что там всякие симуляторы хождения, скажем так, к квестам совершенно не относятся, то есть, Firewatch, наверное, все-таки симулятор хождения, там ничего. Почему? На мой взгляд, во-первых, Амнезия вполне себе working simulator, при этом. Не, в Амнезии нужно много, много решать вопросов. Там пазлы, но по квестовым стандартам это пазлы, это уровня, я не знаю, как в Думе, поскольку у нас сегодня Дум, это постоянная иллюстрация вот квестов для тех, кто в квесты не играл, это как в Думе первый уровень, я не помню, какой, типа, совсем для бабушек и малышей. Firewatch или в этом году выходила What Remains of Edith Finch, то есть, там вообще никаких головоломок нет, тебе ничего не нужно делать, кроме как нажимать вперед, вот действительно, да, то есть, их-то точно к квестам я бы не относил, но есть там современные игры, я не знаю, типа, Life is Strange, сейчас Коля там активизируется, да, их можно, наверное, относить, потому что там, ну, действительно нужно решать головоломки вот в Life is Strange со временем, например, там же нужно было Коля думать, применять эту способность. Я бы не сказал, что там сильно, ты просто посмотрел и потом отмотал назад, и, ну, то есть, немножко надо было голову прикладывать, иногда в пиковые моменты там действительно нужно, ну, проявлять определенную изобретательность, я бы сказал, ну, там их не так много на самом деле. Ну да, вот это не фокус все-таки. То есть, это как бы еще более разбавленный, на самом деле, здесь я знаю, о чем я говорю, потому что, я и тут тоже, Тань, для меня, по-моему, она там практически, для меня прошла. Потому что я смотрел на это все там, с дивана, сзади, этот, The Longest Journey, она прошла, и, соответственно, вторая, какая там первая была The Longest Journey, вторая Dreamfall. Да, вторая, вот, Dreamfall, как раз, Dreamfall действительно клевый, и вот, в принципе, Life is Strange, это разбавленный такой дополнительный Dreamfall, то есть, там вообще загадок почти нет. что это, ну, такого Telltale типа, собственно, тоже у нас большие. Не совсем, потому что тут уже по поводу, там, когда там, там, Саша обозначал эту разницу, но в Telltale надо реплики выбирать, а там все-таки геймплейные выборы, это вот существенное отличие между Telltale и Life is Strange. Ну, я бы сказал, что в Telltale вообще ничего, я, наверное, просто не особо любитель, ну, то есть, когда они выпустили первый, там Walking Dead это было, да, это, в общем, интересно. у нас то же самое, в принципе, после первого Walking Dead хотелось еще, а потом... Очень быстро расхотелось, я перестал следить за релизами, я не смотрю, где мы версии, и как бы... Ну, потому что все, вот этой иллюзии, что у тебя есть какой-то выбор, а не что это три разных кнопки продолжить дальше, вот, ее как-то ненадолго хватило, и при этом, нет, конечно, не поднялись, и они, мне кажется, они строчат до сих пор, да, интересно было бы посмотреть, что там по тиражам у них... я думаю, я думаю, все нормально, и про Бэтмена игру сделали по Game of Thrones, и что там еще только не... ну, в общем, да, у них все хорошо, жалко, что, да, там все три кнопки это продолжить дальше, и, собственно, выбор... есть интересный поджанр, вот, тоже такие, ну, пазлы от первого лица, ну, то, что вот Valve запустили с порталом, есть же... да, это... тоже от нести лет без там, но скорее да. много таких индивидиалов от первого лица, похожих на портал, как бы... лучше, на мой взгляд, это Anti-Chamber, просто там что-то невероятное с... как бы это... Короче, это интерактивный супрематизм. Вот такой вот весь этот русский авангард, что это начало XX века, Малевич, вот, только он у тебя на экране, а ты там внутри. И это, ну, то, что люди делают, то, о чем мечтал Малевич, уход от пространства, уход от привычных форм, хотя там, конечно, не вполне, там все равно есть коридоры, есть там какая-то... есть девайс, привычного вида в руках у главного героя. Тем не менее, то, что вот там творится с игровым миром постоянно, это, ну, такой выход далеко за, ну, там и вклидово пространство. Это прям очень интересный и понятно, что... И очень интересно сделано... Сделан сюжет такого этого игры, потому что понятно, что в супрематическом мире не может быть привычной в нашем понимании истории там с персонажами, с диалогами, там, кто что сказал. Да. Вот. Она довольно... История есть, она подана довольно абстрактно, и, на мой взгляд, она очень сильная. Вот. И там есть то, что... Я помню, играл, она меня очень впечатлила, но никакого сюжета я не заметил. Но я играл мало, наверное. Нет, я сказал, что сегодня спойлеров не будет. Я бы с тобой еще поговорил бы об этом не под запись, но так вот не могу, потому что это не очень хорошо. Есть подобным же вот авторы Сириус Сэма. О, да. Талос Проджект. Вы любите Талос Проджект? Я люблю Талос Проджект, да. Талос Проджект, да. Потому что сама игра, честно говоря... Талос Проджект, вот. Черт, молодец, да. Действительно. И DLC. Смешно. Почему? В DLC я не играл, но... Короче, сама игра, на мой взгляд, гораздо слабее, чем в DLC. Ну, то есть, в плане сюжетного... Да, я вот здесь тоже слышал такое, потому что в DLC там прям более серьезные темы поднимаются. Вот темы... Темы нет, я бы не сказал, что там как раз менее... менее глобальная, менее амбициозная сюжетная линия, на мой взгляд, делается. И мне это нравится, потому что у меня не было ощущения, что вот история, которая у них была в основной игре, что... Ну, конечно, она очень... Ну, очень круто, что они за это взялись. Ну, в общем... Нет, я не фанат того, как это получилось. Ну, то есть, на мой взгляд, это не производит должного впечатления. А вот в плане загадок игра была... Ну, все-таки в квестах важны загадки. Это не просто, ну, наполнение, да, между какими-то этапами истории. Это тоже, ну, поскольку это и есть весь твой геймплей. И вот в Талос Принципал было ощущение, что у тебя просто спамят несложными, однотипными. Ну, то есть, как семечки. Ты пришел, ты посмотрел на новую, сразу стало понятно, ага, это делается так. Решил, побежал к следующей. Ну, и как семечки. У тебя нет проблем победить одну, да, но то, что их много и создает процесс. Так же здесь. Я не помню, сколько там было. Сотня, больше. Короче, и даже... Ну, сложность все-таки растет. я думаю. Там и сложность-то не росла, в чем проблема. Там просто загадки были длиннее. То есть, у тебя одна загадка состояла из четырех, ну, из четырех изолированных. То есть, ты пробегал по ней, ты понимал, ага, сперва мы делаем вот блок А, потом решаем блок Б, потом блок С. Вот, раз, два, три. Все решил. Ну, как бы, по-прежнему, то есть, эти семечки были иногда склеены там по три-четыре, но это не было сложнее. И я думал, что, ну, господи, ну, ладно, ну, эти люди, чего они делают? Делали шутер от первого лица. Ну, откуда им уметь делать сильные загадки? И как раз по DLC стало понятно, что это был сознательный выбор. Дизайнерский. К сожалению, вот, да, что, опять-таки, да, что в квестах обычно один уровень сложности. Что нельзя делать одну и ту же загадку в трех разных уровнях, да, чтобы попроще и посложнее. И DLC как раз, типа, вы прошли, вы считаете, что вы готовы? Получите. И в DLC загадок, я не помню, штук 15 или 20, ну, то есть в разы меньше, чем в основном игре. При этом там в DLC нет составных загадок, ну, то есть вот склеены там пять семечков, одно. Нет. И там сложная загадка, она на самом деле простая. Там у тебя четыре элемента, ты приходишь, ты смотришь на них и говоришь себе, подождите, это невозможно, это нерешаемо. Опаньки, говорят разработчики. И вот, и там, да, это такая хардкорная пазл, я думаю, для большинства людей, ну, то есть, наверное, они будут чрезмерно сложными. А, и там прекрасная вещь, для прохождения основной сюжетной истории ты не должен решить там все 16 загадок, 16 зёточек, что нужно собрать. Достаточно 10. Они не рассчитывают на то, потому что понятно, что если заставлять вот такого хардкора решать всё сразу, до конца не дойдёт никто, в принципе, никогда. Ну, вот похоже на Доводность. Через чур, да? Доводность тоже там, вот, много семечек, но потом появляются семечки с крещенной, с кешью, там появляются, потом они, значит, не знаю, в маленькой шкатулке с замком и без ключа всё это. И в итоге такие головоломки, что, ну, лучше проходи мимо. Потом вернёшься. Блин, я должен сказать, чуваки, ну, да, давай. Ну, и вот то, что в Талос, оказалось, они умеют делать крутые загадки из минимального количества элементов. И поэтому, ну, да, а вот поскольку это DLC, то всё внимание, оно направлено на базовую игру, хотя по-настоящему вот это, ребята, вот это вот шедевр. А, ну, как портал. Ну, я так понял, что они фидбэк использовали, да? Я не знаю, ты играл вообще? Первый портал. А, ну, конечно. Кто же, кто же не играл? Потому что, вот там тоже я проходил, и было ощущение, что это гениальная механика. Вот то, что вы, ребята, сейчас придумали, это супер. Но после, там, первых 15 минут дальше ощущение играть теряет смысл. То есть, они вот это сделали, а что дальше потом с ней делать, непонятно. Вот с этой механикой, как... То есть, в какой-то момент она там, когда она перешла до какого-то... Там был кусочек прыжкового платформера, и тут понятно, что, о боже, да что вот настолько как бы непонятно, что с этим делать. Моя любимая... Вот есть портал, есть вторая часть. Моя любимая часть это бесплатный мод, который называется Роксаура, Роксора, я не знаю, как это читать. Пользовательский мод для первого портала, в котором нет вообще сюжетной линии. Ну, то есть, там есть какие-то вот фирменные издевательства вот этого искусственного интеллекта над нами. Довольно глупый, на мой взгляд, но неважно. Нет сюжетной линии, но зато там загадки совершенно помрачительного качества. Вот есть один дизайнер с ником, там, Мевиус, не помню как, Мелбиус, который сделал вот этот мод, и у него же есть им же созданных куча карт для второго портала, которые, опять-таки, лучше, чем любая из загадок из второго портала. Но он очень известен. Да, вот в этом, опять-таки, мод комьюнити. То есть, туда нужно нырнуть, чтобы обнаружить там вот эти бриллианты. И, то есть, он, на мой взгляд, вот эти работы, они поднимают игру на топовый уровень. Да, это как бы прекрасно, вот, не знаю, там, хисты, или там, пазлы от первого лица, как угодно можно называть. Но, да, к сожалению, вот пока вот не занырнешь, об этом не узнаешь, и уж там про это, тем более, там, пресса не будет про это долго рассказывать. Ну, иногда бывает. Иногда есть, знаешь, увлеченные ютуберы, которые, вот, как ты, очень хорошо разбираются в квестах и знают про все это и рассказывают, ну, ну, конечно, не миллионам, но сотням тысяч, сотни тысяч просмотров такие видео набирают. Иногда. Сотни тысяч, это интересно, потому что я вообще не думаю, что там, что у игр, что у того, дедалека, я не знаю, там, тиражи сотни тысяч вообще бывают? Не, ну, тираж одно, просмотрное, типа, другого. Дедалек, наверное, ну, я бы сейчас посмотрел, там. А что там? Потому что я боюсь, что миллиона нет ни у кого. Они очень много дипоний старых там раздавали, бесплатно раздавали во всяких бандлах. Вот первый дипоний миллион. У них же постоянно скидки в 90%, не первый год, все время. То есть, они пытаются заспамить всех, кто проходит мимо, потому что, да возьмите, вы наконец-то посмотрите, какие вы молодцы. Ладно, я должен сказать, должен извиниться, короче, перед слушателями, потому что мы бы тут еще, наверное, ну, не всю ночь, но час бы, наверное, еще разговаривали с Ашотом. И у меня тут еще есть много вопросов про всякие там Райм, не знаю, про Райм, наверное, Ашот не слышал, про Тимбл Уитт Парк, наверное, слышал. Ашот, ты слышал, кстати, про Тимбл Уитт Парк? Нет. Это... Про новый квест Рона Гилберта. В ретро стиле. В общем, я чувствую, что у меня с Гилбертом у меня, конечно, тоже вот это, у меня, наверное, прям стоит блок на вот эти новые игры от старых героев, потому что я, например, все тоже не наберу сил посмотреть вот шестую игру про Текса Мерфи, при том, что, ну, там, Пандора Барфи. Это вообще одна из там лучших игр, лучших квестов. И как бы, если вы не играли в Пандора Директив, хотя она выглядит как первый Дум, натурально, как бы, поиграйте, это действительно вершина, да. Но при этом я боюсь смотреть. По-моему, у Тимбл Уитт Парк есть демо, если я не ошибаюсь, проверь. Вот, так я что хотел сказать, что, ох, поговорили бы тут еще много о чем, но меня сейчас сидят. Приходи еще раз. Да, приходи еще раз. Вторую серию. Через неделю, через две. Вот, а сегодня, к сожалению, у меня тут заканчивается время. Потому что мы, ну, если я продолжу, если я сейчас продолжу записываться, то просто гейм-клопап закроют. Тут у нас сильно есть люди. Подожди, будет убийство в моем эфире? Да. Да. Это, конечно, фича для подкаста. Это прекрасная промо-акция. Да, но нет, это лучше на стриме устраивать. На каждом эфире мы убиваем по-ведущему. Вот, так что... Видео заблокирует, Наск. Должен, должен сказать, всем огромное спасибо. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если видео не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на SoundCloud, на iTunes, где вам более удобно. Ну, лучше на YouTube, конечно. Потому что там выходят не только подкасты. Приходите в комментарии, задавайте вопросы, выражайте более сложные чувства. Там же заходите на наш Patreon, где нашему проекту можно пожертвовать денег, чтобы вот моя жена меня не выгонялась за микрофона, когда я ей скажу, сколько мы зарабатываем. Четыре рубля. Да. Вот. Огромное спасибо Ашоту за то, что зашел. Я надеюсь, что он еще к нам придет. Нам нужна вторая серия. Ну, как вы видите, к рекомендации мы так толком и не перешли. Ну, то есть мы... Ну, да. Ну, про дедалик я хотел сказать, это главное. Да. Ну, на самом деле нарекомендовал. если вернешься, допустим, не через неделю или две, а через месяц или еще, то людям еще будет во что поиграть. Вот. Да. В общем, еще раз всем огромное спасибо и пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...